Сегодня в начале, как всегда, у нас есть возможность что-то сообщить, что-то сказать. И с РГГУ к нам пришла гость Светлана Александровна по одному предложению. Не один раз звучали предложения нашим детям организовать какой-либо безэкономический. То есть не все могут ехать, ездить в магазины, не все ходят в магазины, не все знают, сколько что стоит. Я всегда привожу интересную ситуацию из своего студента. Мой студент, готовились к конференции, попросили помочь. Я говорю, сходите купить одноразовые стаканчики, дают 1000 рублей, приходят 100 стаканчиков. Говорю, а почему так мало? Говорю, все деньги растратили? Да. Говорю, а стаканчик 10 рублей? Я говорю, ну зачем такие дорогие, можно было и по рублю купить, не требовались. То есть он тоже не понимает каких-то вещей, потому что он сам не покупает, родители обеспечивают, и с этим не так, что не знают, что стоит. Вот. И с РГГУ Светлана Александровна звонит вчера, говорит, а вот мы готовимся к лекции, мы знаем, что вы учите, я и 10 класс вы писали по этой проблеме, да? Вашим студентам я могу сделать какой-то экономический ликбет. В двух словах скажите и спросите, вот какие вопросы мы можем для студентов организовать такой мини-ликбет. Добрый день. Я еще раз скажу, я кандидат экономических наук, я работаю в РГГУ, и в свое время, 10 лет назад, я писала диссертацию по социально-экономической адаптации молодых инвалидов, но тогда это было такое совершенно новое направление, и в общем-то все удивлялись, зачем я вообще это взяла. Ну, в общем, мне тогда это было очень интересно, и как-то так интересно получилось, что у меня все эти годы, вот как я написала, всегда, ну, так или иначе, в эту проблему все равно вот как-то подталкивают что-то. И вот тут у нас возникло с коллегами, ну, то есть, собственно, РГГУ вообще больше 100 лет назад был организован, это Новослободское здание у нас, и изначально он был создан как народный университет, и в этот народный университет меценаты различные вкладывали свои средства и проводили вот такие лекции бесплатные для всех желающих, для того, чтобы, ну, как-то повысить уровень вот финансовой грамотности или там экономической, вот. И мы уже много лет для различных категорий людей проводим такие лекции. Вот тут я говорю, ну, почему нам тогда вот в этом направлении не пойти? Единственное, значит, вот я когда поговорила с деканом, я, конечно, поняла, что нам нужно несколько изменить направление. То есть мы, конечно, хотели рассказать, ну, знаете, про какие-то там такие буквально общие мысли, там, какие, что такое там страха, нет, это мы тоже оставим, потому что, например, многие ребята, даже закончив в ВУЗе, не знают, например, какие налоги есть, как их платят, так можно индивидуальным предпринимателем стать, хотя это можно элементарно сделать по интернету, зарегистрироваться, открыть свой интернет-магазин, продавать какие-то свои услуги и так далее. И я вот за эти два дня буквально посмотрел, тоже много разной статистики, и, конечно, это касается, наверное, не только людей с ограниченными возможностями, а всех, то есть когда уровень финансового обеспечения, ну, приемлемый какой-то, да, человек, ну, наверное, лучше адаптируется как-то к жизни, он появляется, у него уверенность какая-то в себе. Мне кажется, это такой немаловажный фактор, да, для адаптации. Поэтому первая такая, как бы, просьба к вам, ну, я не знаю, в каком это виде, конечно, передать мне эту информацию, хотя бы какие-то вопросы, ну, вы-то лучше знаете своих детей, хотя бы какие-то вопросы, вот, возникает у вас, у них, что бы им хотелось узнать, что бы мы как-то смогли эти лекции подстроить под проблемы злободневные какие-то, вот что-то, ну, прям не понимают они, например, как-то, что происходит, как, почему, откуда, зачем. То есть мы сможем объяснить это, ну, чтобы это не было, знаете, в пустоту, чтобы мы не пришли, просто так не поговорили, и в результате никакого эффекта это не дало. То есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы, чтобы мы им рассказали, мы готовы любое абсолютно направление, как заработать деньги, там, в интернете, как это оформить, как строятся системы всякие, там, страхования, вот, ну, все, что угодно, все, что касается экономики, будет в наших силах, мы готовы рассказать, вот, единственное, что, ну, конечно, какие-то вот пожелания, да, для того, чтобы это все было более интересно. Ну, и детей, естественно, надо спросить, потому что они точно так же в курсе всех событий, которые происходят в жизни, вот, многое знают, но боятся спросить, естественно. Или, может быть, спрашивали, может быть, не знали, что им сказать, вот, по этим экономическим вопросам. То есть мы готовы в ближайшее буквально время уже начать, поэтому чем быстрее мы получим какие-то от вас пожелания, там, намеки какие-то, вот, вопросы, все, что угодно, любые, там, темы для обсуждения, вот, естественно, это все будет в любом случае в форме обсуждения, да, поэтому, может быть, по ходу что-то всплывет, какие-то моменты, мы готовы на все. Ну, я думаю, все так, смотрите, первое, вы меня просто не подготовьте, у нас 96 родителей загистрировалось по базе, да, и мы разошлем, а второе, с некоторыми родителями можно поговорить индивидуально, в частности, Камолова Елена Александровна проявила тогда интерес, еще кто-то, просто при личной беседе, очень много вы можете узнать, хорошо? Ну, вот такой вопрос есть, я думаю, что это очень важно, и экономическое просвещение наших студентов, даже директор, не директор, руководитель московской организации инвалидов, Мои Лобанова, когда мы с ней начали обсуждать этот вопрос, она говорит, а вы знаете, что мы делаем? Говорит, мы берем машину, автобус, едем в супермаркет, проводим там экскурсию в супермаркете, вот, и так далее, это тоже неплохая такая идея, да, знакомить и решать вопросы. Хорошо, спасибо, Светлана Александровна, что вы пришли, да, вы посидите с нами, вот, да, 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 давайте, да. Знаете, чем эти дети, мало того, что не бывают, допустим, в супермаркетах, да, они, вот, во-первых, они получают пенсию, у всех есть жилье, значит, вот, если нас нет, они должны уметь рассчитаться за жилье, приходят инквиточки, они должны знать, за воду платим, за это платим, очень часто в квиточках, знаете, что пишут? Например, пишут, замок входной, берут деньги, пишут дальше, запирающие устройства, берут столько же, понимаете, чтобы вот они вот это, даже в этой структуре разбирались, а почему с меня за входной звонок берут дважды? Понимаете как? Там вот есть такие графы, когда, чтобы они понимали, что я, ну, как это? Да у меня у самой мамы в последнее время все время платила, а тут они уехали, и мне в результате самой пришлось в это въезжать, и не могу сказать, что я быстро въехала в это все. А тем более они, они должны знать, за что они, какое у них жилье, за что они платят, за что они платят. У них у всех идет скидка, значит, какая скидка, почему, когда она есть, а когда и забыли ее сделать, чтобы они это понимали, потому что это все-таки такое вот жизненное. Да, я поняла. Чтобы они... Так, берите интервью. Да, я поняла, да? Хорошо, не узнавайте. Да, я теперь не знаю, мне как бы так вообще построить. Ну, мы построим, я хорошо бы решил. Кстати, идея у меня раньше возникла, что не только для детей с инвалидностью. Вообще, да? Вообще. Да, дело в том, что у меня была ситуация, у меня был Samsung, холодильник. Очень быстро выше устроен, а я вызываю мастера. Мастер говорит, я той идеалист, что это Корея, да, там, Южная Корея, да, и так далее. Он говорит, никакая не Корея, это деревня Пепечкино, Динекита, это Россия. Говорю, как, подождите. Он говорит, смотрите, буквы не выбиты, если это настоящее, то буквы выбиты прямо, да. Дальше, говорит, открывает, говорит, видите, вот гвоздик битый, и так далее. Вместо четырех тоже три, и так далее. Он, когда мне начал рассказывать, я чувствую, обморок не упал, вот по холодильнику. Вот, просто если хорошего мастера вызвать, он такие нам нюансы расскажет с нашей бытовой техникой, где и так. Я думаю, так это всем надо ли где-то проводить, чтобы не попал в такую ситуацию, в какую я попал с этим несчастным Samsung. И тогда, потом, когда я уже выпрал новый, я начал выяснять, где он произведен, да, там, и так далее. А как проверить? Он говорит, мой сын идет в магазин, штрик-код копирует, потом побивает по интернету и смотрит, где произведено. Я понял, для нас, взрослых, нужно вот ликбез проводить по всем этим вопросам, чтобы... Окей, вопрос очень актуален, вот, и он связан с нашей самостоятельностью. Поэтому Татьяна Павловна сегодня и пришла рассказать, чем отличается опека от... От чего? А? От свободы. Опека от заботы. Я думал, от свободы. Нет. Опека от свободы. Хорошо, это да. А, подождите, я забыла, что я всегда... А то Кирилл будет кричать. Я держу. Держите, стоите на метре. Помните в прошлый раз? А это раз и Кирилл? Кирилл тогда транслировал. Кирилл сзади. Вот стаканчики Кирилл покупал. По 10 рублей. Ну, вот так. Я там вижусь, я там вижусь. На кого я? Я на Дениса ориентируюсь. Я на нас? Денис. Ты вот на Денис. Просто ладьки. Так, хорошо, дорогие друзья, здравствуйте. Сейчас будем обсуждать довольно острую проблему. Значит, может быть, некоторые из вас, по-моему, тут на некоторых наших лекциях были, правильно? Значит, у нас такое своеобразие нашей тематики. Мы вот обсудим тут с начальством, вот что нам кажется важным, да, что кажется актуальным, о чем, собственно говоря, мало где можно услышать. И с тех пор, как я тут появилась на этом факультете, я все время говорю вот такие слова там. Автономия, да, самостоятельность. Такая была тут лекция, как развивать у детей, наших детей, самостоятельность и автономию. И вижу, что это, и, наверное, сразу, я еще, так сказать, не общаясь с родителями, подумала, что, так называется, на чисто русском языке говоря, априори, априори я поняла, что это будет проблема проблем. Проблема свободы, автономии. А вот теперь еще все это уперлось в проблему того, а что есть забота. Такая забота, которая поможет развитию этой самой автономии. Напомню, что такое быть автономным. Это значит проживать свою собственную жизнь. Это психологический термин, который означает, я это я. Я проживаю свою жизнь. Не ту, которую мне навязали общество, семья, государство, церковь. Это я это я. Это сложнее. Любимый мной Бродский говорил, что это одна из главных смыслов человеческой жизни. Стать самим собой. Прожить свою собственную жизнь. И это очень сложно, как я понимаю, для человека ослабленного или нездорового, или с ограниченными возможностями. Он хочет того же. Реализовать это очень трудно. И это трудно не только реализовать ему в своей жизни этих специфических условий, но и трудно понять, ухаживающий за ним, любящего родителя, как это сделать. Как он сделает так, чтобы наши отношения, наша любовь, наша дружба, чтобы она была такой, в которой я всегда рядом. И одновременно я даю ему ощущение, что он отдельный от меня человек. Он не у меня в кармане, не у меня в животе, не у меня в руках, а он отдельный. И как это так? Я постоянно помогаю и одновременно дать ему ощущение этой отдельности. Это очень серьезный вопрос. Поэтому мы его решили... Какой-то бокал несет. Это вауна. А что тут? Пиво. Пиво. Это водичка. Пиво. 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 Спасибо. Спасибо. Да я вот теперь водку не бью, на коньяк перешла. Честным словом, я что-то стал думать прожить, потому что у меня сестра очень заболела подозрением на жуткую болезнь. А в Канаде она живет. Я, значит, нашли тихий кусок нашего института, и там есть магазин «Протестант». Честно, он называется «Стредливо христианский». И надо сказать, что протестанты, в отличие от православных, пишут для своих членов церкви брошюры на все случаи жизни. На все. В том числе на случаи серьезной болезни. И один замечательный Дон Колберт пишет брошюры, например, «Как не заболеть раком?» У меня уже несколько его книг. И, значит, как в условиях ужасной этой грязной цивилизации, вот, и уже я чувствую, что мне пора, например, перестаньте ей сладкое, пирожки, пить. Сестра говорит, водку не пей, больше пей коньяк. В общем, какая-то революция во мне произошла, которая на самом деле стрессовая, потому что мне ей сладкого трудно, правильно? Вот, а пить надо все больше и больше. Почему мне не чай, а воды, конечно? Вот, поэтому вопрос правильного образа жизни стоит перед каждым. Чем труднее, чем больше нагрузки, чем тяжелее экология, чем напряженнее социальная ситуация, тем более здоровым должен быть образ жизни, правильно? Это очень сложная история. Не надо думать, что алкоголичка какая-то. Ну, я говорю, нормально, а русский человек там застолит туда-сюда. А нет, теперь все. Сажусь сбоку и выпиваю что-нибудь. Вот, шутки шутками, но это очень серьезный вопрос. Вопрос поддержания формы, поддержания какой-то оптимума здоровья – очень серьезный вопрос. Особенно для людей малоподвижных. Но это отдельный вопрос. Тут кто-то этим должен заниматься, я думаю. Вот, значит, мой вопрос – я психотерапевт, кто не знает, семейный терапевт. Занимаюсь тут, веду курс по психологии семьи, культуры детства и так далее. Вот, поэтому вообще исходно я детский психолог, мой любимый возраст, младший школьный. А постепенно я выхожу и за пределы этого возраста, и не специалист совершенно по тому, что сделаете здесь, но начальство решило, что мне тут место, и я пригожусь. Я там гуманистка, христианка, в самый раз, значит, вот буду осуществлять какие-то гуманистические действия. В качестве гуманистического действия я предлагаю продумать этот сложнейший вопрос. Как заботиться и любить, и вот так оптимально на благо человека его опекать? Что это такое? Значит, сказать, что я в этом деле специалист совершенно нет. Но сегодня произошло замечательное дело. Сегодня у меня по плану работа с ребятами дистанционно, инвалидами, небольшая группа. Говорят, что пришла половина, мне не важно. Вот, мы, значит, решили так в рабочем порядке семинар не проводить, а я сказала, дорогие друзья, давайте обсудим вопрос. Собота и опека. Что это такое? И вот тут, представляете, три странички того, что они мне о нас говорили. Я вам расскажу, а что они об этом думают. Это замечательная удача, потому что народ умный, открытый, честный, смелый и так далее. А я бы там что-то выдумала из своей головы, а здесь всё называется своими именами. Итак, всё-таки мы поговорим категориально. То есть, а что есть что? Что такое забота? Забота, если посмотреть словарь русского языка, я по первому образованию филолог, поэтому чуть что происходит, встреча с какой-нибудь явлением, я давай по словарям лазить. По-русским, английским и какие-то там ещё у меня под рукой, у меня их много водится. Забота в русском языке – это покровительство, это покров. У нас есть праздник в православной церкви, замечательный, праздник покрова. Когда Богородица бросила свой покров, который защитил Константинополь. И так вот покров, ну, слово многозначно, снег покрыл равнину или там что-то ещё такое. Это покров, защита, покровительство – это заботиться, значит, защищать, оберегать. Это проявление любви. Значит, я читаю тут на своём курсе лекцию о любви в том числе. Иногда молодёжь встаёт и говорит, один тут встал и сказал, такой лохматый парень, в третьем курсе, «Я не согласен с вашей концепцией любви, она устарела». Это я уже не раз слышу. Ну, меня не прошибёшь. Я вот сколько живу, столько и буду на этом стоять. Тем более на меня работают всякие замечательные, великие мыслители, а также апостол Павел, который в первое послание к Коринфянам, глава 13, рассказывает, что такое любовь. Понимаете, конечно, смешно, я понимаю, смешно расчленять такое необыкновенное человеческий феномен, как любовь на всякие штуки – это любить, утешать, защищать, заботиться, проявлять теплоту, нежность, и тем не менее это так. Поэтому, значит, что такое любить? Если сказать, так же было всем понятно, любить, я сейчас говорю, любить ближнего, близкого, дорогого, мы сейчас скажем, детей, членов нашей семьи, любить мужчину-женщину, мужчине-женщину – это другое немножко, чем и тому, и другому детей, правда? Родственные, родительская любовь, супружеская любовь – немножко разные вещи, потому что это разнополое чувство. Но, по сути, все-таки, любить другого человека – это отдавать ему свое время. В нашем храме даже продается книжка «Семь языков любви» пастор одного протестантского психолога, и он в том числе говорит, я согласна, отдавать время, отдавать свои душевные силы, правда ведь? Заботиться, заботиться, отдавать себя. И я, может быть, это говорила вам, если нет, то скажу. Говорю тоже без устали. В нашем трудном деле любви к детям, к ближним, есть одна замечательная, можно руководствоваться с одной замечательной мудростью, которую произнес наш классик советской психологии Рубинштейн. Если говорила, повторение мать учения. Надо сочетать щедрость самоотдачи с мудростью самоограничения. Говорила? Ничего скажу, кто не слышал. Надо сочетать щедрость самоотдачи с мудростью самоограничения. Вот вопрос опеки и заботы – это как раз воплощение той самой мудрости. Как так любить, так заботиться, так защищать, чтобы не раствориться в другом? Чтобы эта наша забота не стала бы бременем для него? Вот сейчас про это немножко поговорим. А ребята, которые сегодня были, нам сказали, что нам надо иметь в виду. Значит, есть такое понятие довольно туманное, но в концепциях нравственности это существует. Мы любящие, мы действуем на благо того, кого любим. А что такое благо? Как вам все, как каждый представляет это благо? Люди, я даже когда-то написала, я занималась эмпатией, то есть отзывчивостью, написала про эту книжку давно, а мне говорят, что ты там написала? Любить и заботиться о благе. А как ты знаешь, что есть его благо? Может быть, то, что для тебя благо – это одно, а для ближнего благо – это совсем другое. Значит, я говорю просто. Что касается детей, то вот чего для тебя благо, то и для него. Надо хоть и быть здоровым, благополучным, любимым, свободным. Вот это тебе надо и ему надо, только по-другому. И эта разница в том, что не он тебе это даст, а ты ему это дашь. Ты дашь ему возможность быть свободным, добиваться своих целей, быть открытым. Но, ребята, с нашим контингентом это совсем другое дело. Мы не можем его выпустить вот так в жизнь, сказать, иди, иди, рискуй, открывай, живи свою жизнь. Мы не можем так сказать. В этом вся сложность. Он хочет жить свою жизнь, но он ограничен в своих возможностях. Как это все примирить? Ну, как бы там ни было, как бы ни был человек ограничен, у него есть потребность в каких-то самостоятельных действиях, что-то делать самому. Поэтому, когда мы говорим о заботе, мы должны сразу поставить рядом проблему опеки. Что значит опекать? Опекать значит идти рядом, правда? Быть готовым подхватить какое-то действие, правильно? Включиться мгновенно и смотреть. Все ли в порядке? Ну, например, если мы говорим о возрастных особенностях способов воспитания, то все-таки, я думаю, вы все согласитесь, опекать можно маленьких. Уже подростка нельзя уже опекать, правильно? Его уже можно контролировать. Я сейчас говорю про обычных детей, правильно? Уже за подростком не будешь ходить и по пятам и говорить, так, все положил, тапочки положил, где у тебя вещи твои, дневник положил. Значит, если мы будем опекать обычного ребенка, мы получим инфантильного, у которого все из рук валится. А нам надо, чтобы он сам следил за собой, правильно? Нам надо, чтобы на определенном этапе не надо было все контролировать. Нет, неправильно сказал, не надо за всем следить, а надо контролировать. Ты чувствуете разницу? На подростковом обычно, обычных детей, опека заменяется контролем. Я не контролирую, а дел, не дел, я могу посоветовать, не дел, иди, разберешься, потом сам увидишь, что мама была права, что надо было делать. По сто раз не буду говорить одно и то же. Вы знаете, что подростки не могут терпеть никакого, ну, скажем так, не то, чтобы научения, вот это вот есть правильное слово. Я когда рассказываю про родительские отношения и говорю своим студентам, что нет воспитания без принуждения. И все так расстраиваются, как же так, мы гуманисты-христиане. Я говорю, ребят, запомните мои слова и запишите. Нет воспитания без принуждения. Но надо запомнить, что принуждение не есть насилие. Правильно? Вот у нас вот так. Принуждение не есть насилие. Должен быть контроль, но не должно быть принуждение. А как, если ты уже не воспитал то, что ты хочешь, подросток будет упираться всеми локтями, правильно? А в юношеском возрасте вообще воспитать ничего нельзя. Согласна? Можно только сказать, если действует авторитет, надо сделать так. Не хочешь – сам увидишь. Вот это смена в обычной родительской жизни опеки, контроля. И то, что мы называем в юношеском возрасте договорных отношений. Понятно? В юношеском возрасте нельзя контролировать. Когда пришел, когда ушел – невозможно. Мы договариваемся. Домой ты приходишь вот тогда. Не включаешь громко музыку. С девушками у себя дома не спишь. Правильно? Если ты хочешь, чтобы что-то было в тайне, я не лезу в твои почты, я не подсматриваю, я не подслушиваю, но ты тоже уважай меня. Я хочу сказать одну вещь, очень важную. Вот надо посмотреть, как можно по отношению к нашим ребятам с ограниченной возможностями это делать. Один вполне великий человек, я его совершенно не читала, по-русски он не переведен, но это психоаналитик венской школы, Отто Ранг. Запомните, может пригодится, может встретить что-то. Сказал, по-моему, замечательно, даже не сказал, а просто сформулировал такую максимум правильной жизни в семье. Никогда не слышал, никто не говорил. Послушайте, пока, может, не записывай. Он говорит, надо, чтобы в семье не только родители учитывали потребности детей, вы же поняли, но и дети учитывали потребности родителей. Вот это золотое правило родительско-детских отношений. Что бы мы ни говорили в общих словах, на нашем контингенте это имеет всю абсолютную специфику, согласны? Но это не отменяет общего правила, правильно? Потому что, когда, сейчас я буду говорить про опеку и про то, как она оборачивается. Поэтому, когда сказал Рубинштейн, щедрость самодачи должна быть, при щедрости самодачи должна быть мудрость самоограничения. Ради чего мудрость самоограничения? Ради того, чтобы каждый из нас, отдавая себя другому, не утратил себя. Не утратил. Как это сделать? Понятно? Чтобы не растворился полностью. Потому что полное растворение в другом очень чревато. Я сейчас еще скажу про эту самую несчастную опеку. Значит, сейчас, секундочку. Значит, что касается заботы, то кто больше всего нуждается в заботе? Заботы маленькие, правда? Беспомощные, больные, люди с ограниченной возможностями, старые. Ну, старые всякие бывают. Старые бывают, да? Ну, скажем, беспомощные старые, правильно? Вот, поэтому забота, я бы так сказала, я бы сказала, что это часть любви. Но я вполне допускаю, что можно заботиться и не очень любви от близкого человека. Ну, предположим, может, кому-то неприятно, что я это скажу. Есть такой вид родства, как свекровь и сноха, правильно? Ну, это редко между ними бывает. У меня есть такая милая, очень хорошая, славная женщина. У нее дома две старушки. Собственная мама и очень тяжелого характера свекровь. Она ухаживает, я вас уверяю, по-разному. Она заботится по-разному. Маму любя, дрожа над ней, а эта забота, скорее, чувство долга. Вот я хочу сказать, я не знаю, я могу по своему опыту это сказать, имею право, потому что я наблюдала это самой себе. У меня была очень властная мама, даже эспатичная. Между нами не было любви, а даже местами была война и так далее. Я младшая, поэтому она жила со мной и умерла, живя со мной. В 95 лет. Чем она становилась старше и беспомощнее, тем больше она для меня делалась ребенком, как вы понимаете, правда? И она, это было удивительно, как она, когда я приходила, та, которая, когда я знаю, чем страшна властная мать. Ребенок, подросток, Юла, ждет домой, и спина напрягается по ожиданию скандала. Вы знаете, что скандал всегда рядом. А когда, поймите, как она теряет свою энергетику, слабеет, она не скандалит. Она делается, условно говоря, зависима, а я, как бы, не то, что она зависима, я условия ее благополучия. Я прихожу, и она говорит, какое счастье, что пришла. Я забочусь, ухаживаюсь, мою, срегу ногти и так далее, но это, знаете что, я глажу ее, целую на ночь. Это жалость к старому человеку, вам понятно? Это забота о старом человеке, это другое, чем жалость и любовь, жалость и любви, понятно? Забота, вот она такая, она может быть от жалости к беспомощности, да? И она может быть проявление действительно большой любви. Я бы сказала так, что моя забота о матери, это скорее христианская любовь к ближнему, чем родственная нежность, понятно? Вот так, понятно, зачем я это говорю, да, что у нас эти чувства очень тонки. А что касается опеки, вы знаете, у вас, у некоторых у вас есть разные дети, но один ребенок, предположим, инвалид, другой здоровый, и вы сами знаете, что, даже если не все здоровы, детей любят по-разному, да? Как говорила одна моя умная коллега, мне двое девочек, сейчас они уже совершенно взрослые, она говорила про старшую, Катьку я люблю, а про младшую, а Туську я обожаю. Обожаю. Но эта Туська такая, о-о-о, это что-то вообще, это понятно. Это фонтан. Я когда мне посмотрела, 18-летняя, я ее знала до полтора года, я сказала, Таня, Туська будет жирной миллиардера, она говорит, потому что есть такой оттоклонник, который сказал, Наташа, мы поженились, как только ты захочешь. Какая-то неотразимость, понимаете? Дело не в красоте, а какая-то неотразимость. И вот что-то, может быть, в ребенке такое специфическое, какой-то шарм, и не знаю, что-то еще. Вот тут вот ходил пацан, видели? Ну, не знаю, я просто обожаю, я говорю, потому что я растила племянчатого внука, и поэтому пацаны для меня это вот, собственно, я вообще люблю мальчиков больше, потому что они очень забавные. Вот, и может быть так, что действительно, с этим, с моим племянчатым внуком, контакт такой всегда был, что, может быть, с родным сыном такого бы не было. Вот я получила родительский опыт. Поэтому это чувства разные. И забота разная, и опека разная. Но какой опека должна быть по отношению к ребенку с ограниченными возможностями, это совершенно особая история. Сейчас, значит, я расскажу, что я про это думаю. А что, значит, сказали ребята, скажу чуть позже. Значит, чем опасна опека? И ребята про это говорили. Она опасна тем, что родитель... Опасно плохое слово, конечно. Ну, чревато, я не знаю, ее крайние выражения. Когда родители делают за ребенка то, что он может делать сам. И девочки правильно говорили, что иногда родителям легче... Это было и со мной тоже. Когда легче сделать самому, чем научить. Это долго. Мама меня ничему не могла научить, потому что у меня не было терпения и любви. Это же надо повторять одно и то же. Есть люди, которые не могут научить. Она говорит, это все плохо делаешь. Что делаю я? Я говорю, делай сама. Не хочешь меня научить, делай сама. В результате у меня масса к чему, а руки же не приставлены. Вот. Это действительно отсутствие полноценного введения, такой полноценной социализации. Поэтому, значит, вот... Сейчас скажу, и ребята еще об этом говорили. Когда... Не чтобы опасность, но следствие такой неумеренной опеки, то, что тот, кого опекает, делается зависимым от того, кто опекает. Делается зависимым не потому, что он сам не может, да? А потому, что он привык, что этот делает за него все. Но это тоже, девочки, очень умно посмотрели. Я думаю, что сейчас меня интересуют здесь взрослые. Мне кажется, что... Если у меня опыт очень маленький, вы скажете, не придумано ли это. Тот, кто опекает, у него есть собственная зависимость от того, кого он опекает. Потребность в этом. Ощущение своей реализованности, своей судьбы в этом. И человек, который попадает вот в такую зависимость, когда границы очень маленькие, когда нет этой автономии, не каждый проживает свою жизнь, а люди в этой зависимости объединяются в одну общую жизнь. Вот сейчас я опущу вот это, ладно? Я покажу симбиоз на руках. Я обычно это делаю. Вот так. Не вот так между нами воздух в пространстве, а вот так. Мы каждый держим другого. Там как не покажешь. Это означает, во многих семьях матери так приближают к себе детей и получают такая симбиотическая такая пара, когда один не может жить без другого. А проблема в том, сами понимаете, им придется жить без вас. Я не хочу сказать, что надо приучать к этому, но вот это какая-то оптимум, какого-то расстояния, какой-то дистанции, это очень трудно найти, но ее найти необходимо. Я еще думаю, и вот девочки тоже сейчас я вам процитирую, что сказали, что мне кажется, я стараюсь аккуратно выражаться, чтобы вас не задеть, но тем не менее. Я просто вижу, и психологи это знают, что родители с трудностями, у детей с трудностями воспрождения, болезнями, что у них иногда появляется такое чувство мученичества. Мученичество, что вот креста, церковные вообще говорят креста, понимаете, что вот вопрос в том, любимый ребенок с трудностями развития, но это надо, конечно, только со священниками говорить, но есть люди, которые, я бы так сказала, какой-то, носят этот крест какой-то экзальтации, по крайней мере, это можно наблюдать, с какой-то экзальтацией мученичества, и это скверно для и самого человека, и для того, на кого это направлено, потому что, я бы сказала так, получается, что этот подвиг родительский, это, может быть, к вам не имеет отношения, просто чтобы это было известно, что так бывает, родительский подвиг делается самоцелью, и это, ну, понимаете как, мы прямо можем сказать, что это уже мотив нелюбовный, это не от любви делается, это делается, это эгоцентрическое, надо сказать, что в женской любви вообще много эгоцентризма, и есть такие, есть такие виды любви, когда дети и мужья бегут, мужчины бегут прочь, потому что эта любовь висит вот так, нам надо отдавать себя, но не душить другого этой любовью, вот это очень тонкая история, не душить, он всегда немножко, это я, извините за выражение, русский характер, чрезмерность, отсутствие какого-то гармонии в этом, ну, я вообще сама такая, я просто говорю, потому что я сама такая, и когда я входила в группу гуманистическую, это то, что я предъявила в группе, и сказала, что когда я люблю, я знаю, что это я люблю, когда я люблю ребенка, я хочу, чтобы он любил меня больше других, когда я люблю мужчину, я хочу, чтобы он был у меня вот здесь, понимаете, это эгоцентризм, от этого надо избавляться, работать психотерапевтически, это очень трудная история такая, понимаете как, значит, вот тут я что хочу сказать, сейчас, во-первых, это вот мученичество, и вот эта вот гордость от своего подвига, может вызывать упрямство и конфликты с детьми, если вы вдруг чувствуете сопротивление себе, может быть, или вообще родитель видит такое сопротивление в другом, в ребенке в своем, сколько бы ни было лет, это значит, что родитель перешел какие-то границы, где-то перенажал, где-то стал давить уже своим альтруизмом, заботой, чрезмерной опекой, а ребенок не всегда найдет форму, он может быть грубым, упрямым, капризным, манипулятором, это реакция на то, что эти отношения вошли в какой-то конфликт, для этого существует наша профессия, вот, что я тут еще хотела сказать, значит, если вот происходить вот такое, непонимание взаимное, ощущение, что я всю жизнь отдала, ничего не получается, может возникнуть чувство вины, я вас хочу предупредить, очень опасная вещь, чувство вины, я что-то сделал не так, но психологи знают, чувство вины порождает враждебное чувство, раздражение, агрессивное иногда поведение, человек неволен в этом, но как только появляются чувства вины, надо сразу думать об этом, в чем я вина, вот с кем-то поговорить, потому что оно бессознательно преобразуется в какое-то наступательное, какие-то, может быть, проявления, очень нехорошие, и конфликты неизбежны, вот такие ужасы я вам рассказала, сейчас я скажу, что говорили ребята, значит, что ребята говорили, замечательная девушка Вера, она мне сказала, я их просто цитирую, значит, потому что речь идет о том, а как сформировать личность, как помочь ему стать вот таким вот автономным, самостоятельным, при этих тяжелых условиях, Вера сказала, личность, инвалидность, она сказала, это лакмусная бумажка того, что ты стоишь, всем понятно, это проявление, это тест на то, что ты стоишь, сказала девушка, инвалидность, для родителей тоже, она сказала про себя, вот это, а вы запишите, этот вопрос мы можем обсудить, а для родителей тоже, то какой становится личность ребенка-инвалида, это тоже лакмусная бумажка, а что стоит родитель, она говорит пока про себя, это лакмусная бумажка того, чего я стою, не что ты стоишь, а что я стою, она говорит про себя, она, к чему, чтобы ребята, чего бы они ждали от родителей, ребенка, родителю надо взрастить, я буквально их текст восстанавливаю, надо взращивать у ребенка чувство собственного достоинства, самоуважение, с трех лет, они такие образованные знают, что три года кризис, когда ребенок говорит, я сам, я не знаю, как проходит кризис у ребенка больного, может быть, это потом скажете, это у меня вопрос к вам, замечали ли, видели ли вы, как это проходит, и в таком ответ, я еще не так хорошо знаю эту психологию, этого состояния, чтобы знать, как обычно умный родитель отвечает на кризис ребенка трех лет ограниченного своих возможностей, есть ли там это, вот они, поскольку они сами с детства, да, они с детства, вот эта вот наша группа, где я была, они с детства инвалиды, да, раз, а, Вера, да, вот Вера, значит, и это сказала Светлана, она, по-моему, Светлана Митина, она, по-моему, она, по-моему, не с детства, вот она и сказала, она не с детства, она сказала, вот с трех лет надо это делать, большой вопрос, замечаете ли вы, как происходит вот это вот становление, я сам, это я, трехлетний обычный ребенок говорит, я сам, и делается довольно сложным объектом воспитания, потому что на все упирается, но это зависит, чем выше у него энергетика, чем более он уверенный в себе, тем больше он толкается, уйди, не хочу, все пусть по-моему, это по-всякому бывает, значит, что, слушайте, замечательно, вот тут, мне кажется, это замечательный результат, я очень довольна, это, по-моему, Светлана сказала, Митя, ребенка надо не столько опекать, это относится к детству, сколько быть ему опорой, мы нашли точное слово, ему нужна не опека, непрерывная назой, ему надо быть опорой, чтобы взрослый, любящий, был рядом, что это значит опора, и тот, кто рядом, тот, кто способен поддержать, это не тот, кто держит тебя в объятиях, а тот, кто, как бы, чуть-чуть сзади, понятно, он немножко тебя побуждает, это тот, кто поддерживает, побуждает, правильно, к самостоятельным действиям, дает ему силу, личностную силу, это тот, кто оптимистичен, и говорит, ты можешь, у тебя получится, вот такой, вот этот, это, я бы сказала, это такая твердая поддержка, есть поддержка мягкая, ласковая, есть поддержка твердая, женщина, мать, непременно должна быть твердой, не жесткой, не суровой, а твердой, то есть авторитетный, последовательный, надежный, правильно, это тоже, это тоже с потолка не бывает, а, значит, смотрите, смотрите, что они говорят, вот есть такое потрясающее выражение, у одного, западного, немецко-американского, знаменитого, богослова, мужество быть, слышали такое выражение, это сказал Пауль Тильних, у него есть книга такая, мужество быть, это для всех, здоровых, больных, а им тем более, мужество быть, ты родился, все очень трудно, кругом, всегда, в России особенно, знаете, что сказал Бродский, я что-то цитирую, я без конца, потому что я очень люблю его прозу, он сказал, тем, кто с рождения живет в России, тот, и так смешно, без разговоров заслуживает рая, потому что, если у нас есть мужество быть, если мы не спились, правильно, не свихнулись, еще что-то такое, если мы несем свои кресты, свои обязанности, свои любовные, и дорогие нам, да, береги, в виде детей, мужей, ужасных, там, гениев, или глупых, или каких-то еще, сморливых наших свекрови, женская жизнь, это вот такой вот непрерывный любовный подвиг, я это не преувеличиваю, потому что, мне кажется, а? Главное любовный. А что нет? Любовный. Да. Я думаю, я же не какая-нибудь там феминистка, которая говорит, ну, мужчина и женщина одно и то же, мне одно и то же. Мне одно и то же. Правильно? Вот. Мы никуда не денемся. Вот у нас дети инвалиды, мы никуда не денемся. Мы не скажем, ой, какой-то ровный ребенок, аутист, нет, нет, я пошел. Мы не можем. Мы не можем никуда уйти. Значит, смотрите, что, да, это я честирую, что девочки, когда, я повторяю то, что они сказали, то, что я сказала, когда опекающий, кто-то опекает, делает за опекаемого больше, чем ему положено, все, в конце концов, конфликты будут неизбежны. Чаще всего. Это будет, и это, кстати говоря, я вот могу сказать вам, а можете записать, для размышлений. Если зашкаливает, кавычка говоря, зашкаливает опека, и если есть конфликт, это лучше всякого подчинения и вползания в эту зависимость от опеки. Понятно? И когда маленький ребенок, если там давящая мать, а ребенок говорит, ты плохая мамочка, я радуюсь, пусть говорят, для меня самое ужасное, когда совершается насилие, а ребенок делает вот так. Опускает головку и смеяется. Нет, не смиряется от этого слова, подчиняется. Не надо. Лучше пусть будет бунтующий человек, пусть будет сопротивляющийся, пусть это будет через конфликт, но это развитие. А когда он сдается в плен всей ситуации, это, конечно, очень тяжело. А, вот это уже говорили, что тот, кто опекает, ему легче все сделать самому, чем научить другого. Это очень важно. Вот смотрите, эта Света, которая была главной сегодня у нас, оратор, она рассказала про свою подругу Наталью, у которой она говорила разницу между разными типами колясочников. Есть ДСП-шный колясочник, а есть человек с ампутированными конечностями. Ее подруга, я не поняла, почему она ампутирована, она как, какая-то авария, да, но она попала, она сама сказала, что родители сдали ее в интернат. И она говорит, со слов своей подруги, она стала, по-моему, какая-то спортсменка, вот эта Наталья, она не спортсменка, в общем, она какая-то невероятно героическая, вот эта ее подруга, которая ампутирована. Вот, она... Паралимпийская чемпиона. А? Паралимпийская чемпиона. Паралимпийская чемпиона. да, вот, вот эта Наталья чемпионка, да, вот эта Наталья чемпионка, поэтому она у нас время фигурировала, и мы без конца говорили насчет спорта, я говорила, что, да, и девочки говорили, вы знаете, я говорю, мне кажется, что вот этот, какой-то, ну, не то, что истерическое, но какая-то экзальтация вокруг этого типа спорта, не, она, не контрастирует ли она с заботой каждодневной об инвалиде, понимаете? Тут есть какая-то, ну, они тоже говорили, что тут есть много показухи во всей этой истории, и Наталья рассказывала, что, когда они едут, она, да, да, что когда они ехали своей командой, все было очень удобно, как только она шла одна, уже неудобства, уже там не хотят помогать, какой-то пандус там стелить, и так далее, вот, понимаете как? И Наталья говорила, что в этом смысле в интернате было лучше, чем дома, потому что ты вынужден адаптироваться, ты вынужден что-то делать сам, понимаете как? Это очень сильное для меня наблюдение, хотя из него не могу сделать какие-то такие ужасные выводы. Так, про опору это они и сказали, это они и сказали про опору, угу. Вот, очень сильная вещь. Значит, вот такие-сякие родители вы, значит, такие-сякие, опекайте, наслаждайтесь своим ученичеством, такие-сякие, вы родители ужасно плохие, говорит Татьяна Павловна. А вы скажете, Татьяна Павловна, знаете, что хватит болтать, скажите, что делать? И тогда девочки говорят, родителям надо учиться стать в позицию ребенка. Я как психотерапевт использую это как важнейшую психотехнику. Вставать в позицию другого. Значит, когда ко мне приходит человек, у меня тут приходила клиентка, я все переживаю, что она исчезла. Она из храма, а в храме нам не верят, и не знаю, может, денег нет. Страшная история. Ей дочке за 30 лет, и дочка не пускает ее на порог, не подходит к телефону, не разрешает ей видеться с внуками, и никому говорить. Значит, надо разобраться, в чем тут дело. Понимаете как? И я делаю такой пьемчик, ну, это, может быть, не для вас. Вы придете домой, погасите свет, выключите радиотелефон, сядьте в кресло, расслабьтесь, и смотрите фильм про ваши отношения, где и что было не так. Посмотрите на себя глазами ребенка. Я это называю развитие децентрации, выход из собственной психики, и заглядывание туда. Это обязательный этап психотерапии. Попробовать, ну, есть приемы очень кровавые такие, это совсем не нужно, но я могу сказать, как это. Есть такая техника психодрама, может быть, вы слышали, очень хорошая работа в группах. Вот, и я научила, я была в этой психодраме, ходила, ходила, потом вижу, все, хватит, я насыпилась. Там есть такая техника дублирования. Значит, ходит человек там в круге, рассказывает историю своих отношений с матерью, выбирает кого-то из группы, кто его мать, и это разыгрывается. И разыгрывается такой типичный конфликт. И кто-то из группы выбирается им, то есть он становится дублем. И в этой ситуации он вдруг, в конфликте он вдруг, герой этот, не может сказать ничего. И тогда дубль говорит, что бы происходит в реальности. Понятно, что я говорю? Значит, Грета Лойтес, я была в группе у нее, она классик немецкой психодрамы, она говорит, я не понимаю, по каким законам тот, кто является дублем, знает, как надо ответить тому в ситуации с матерью. Я знаю, по каким законам, я поняла. По законам эстетического, по законам бытования людей вообще в мире, понимаете как? Потому что не то, чтобы мы играем роль, я не могу играть его роль, если я не знаю, что там происходит, но я подключаюсь к этому, я становлюсь им. Вот, поэтому я делаю так, сейчас таких случаев у меня было давно-давно не было, ну, какая-нибудь ворующая девица, мама приводит, девица не слушается, тогда я, значит, говорю, расскажи маме, что тебе, мама кричит, скажи маме, что она кричит, почему, я не могу. Я говорю, давай я тогда скажу маме, что плохо в ваших отношениях. А ты, если я говорю правильно, ты кивай, а если неправильно, и тогда я начинаю быть ей, я в нее включаюсь, я в нее, есть понятие, эмпатирую, я туда вхожу, в этот внутренний мир, и тогда я интуитивно чувствую, что она говорит, и она мне помогает. И когда мы с помощью меня скажем, через меня скажем маме, что происходит между ними, я говорю, а теперь ты скажи маме, что происходит между вами. она говорит, я не могу. Это кончается всегда слезами матери, потому что она понимает, что у них нет контакта совсем. Понимаете как? И вот такие есть способы, очень важные. И вы можете это в себе посмотреть. Попробуйте иногда как бы выходить за пределы ситуации с ребенком, и смотреть на эту ситуацию со стороны. На ситуацию, на себя глазами ребенка. Пусть кто-то близкий посмотрит на вас со стороны и скажет, посмотри, что я делаю не так. Это очень важно децентрироваться. Вот это то, что помогает нам. Можете написать, следить за собой. Например, заведите себе какой-то дневник, какие-то конфликтные ситуации, если у вас есть проблемы. Из-за чего вы видите вам нагрубил человек. Или вы видите, что он обиделся, на что это может быть. Для того, чтобы отслеживать неправильные шаги в взаимоотношениях. Поэтому немножко всегда выходить из ситуации и смотреть на себя его глазами, и выходить из ситуации, смотреть на нее глазами какого-то наблюдателя. Без этого очень трудно изменить свое поведение. Сейчас еще скажу. Вот это то, что они сказали. Им надо научиться ставить себя на место ребенка. и почувствовать, что ему нужно. Где родителю надо остановиться в опеке и стать ему опорой. Вот это главная тема как бы моей лекции. Надо научиться смотреть, где переставать быть сверхопекой и становиться опорой. То есть то, на что можно опираться, вы меня извините, даже когда вас не будет на свете. Да? У ребенка есть ваш образ, и это опора. Это любовь, которая всегда со мной. Правильно? Это очень серьезная история. Так, теперь, значит, сейчас скажу еще. Да, они сказали. Опека ослабляет, подчеркивает слабость и беспомощность. Опора дает силы на сопротивление. на сопротивление трудностям. Опора это постоянное присутствие любящего, которое защищает, я уже это говорила, и побуждает к тому, чтобы делать что-то самому. Да, и дальше Вера, по-моему, берет на все слово и говорит, и вот таким же должен быть волонтер. Не опекающим, а таким, на которого можно опереться. потому что каждый раз, когда, ну, они говорили, как трудно быть, как трудно быть человеком на улице, а кто-то, Светлана, говорит, вот остановишься на улице и сразу подают милостыны. Да? Но насчет того, что народ у нас нет так-то такого. Я думаю, они очень довольны собой, что они положили монетку, хотя никто не просил. Понимаете, нету культуры отношения к инвалиду, нету культуры. Ну, не только, не только к старикам. Я помню эти советские штучки. Приходишь в поликлинику и слышу разговор. Чудовищные всегда были девки эти или тетки в регистрации. Чего бабка все ходит, зажилась уже. Да, я, значит, еще не была крещеная, но всегда была артистка. И начинаю ей рассказывать этой девке, чем это для нее кончится. Смотрю на нее, студенты шутят, смеются, когда я говорю. И тут я посмотрел на него, как Жириновского, Кашпировский на Жириновского и говорю следующие слова. Значит, вот так вот. Тем, кто обижает стариков, будет очень плохо. Ну, видишь, рожа такая. А кто его знает, думает, напустит еще какую-нибудь порчу. Ну, так. Сейчас я уже порчу не пугаю, потому что нельзя, неприлично. А так у меня была такая, я думаю, если кто-нибудь залезет там на дачу, я напишу. Кто залезет, ну, вы сами догадаетесь, а у того, кто имеет дело со мной и меня оборудит, у того не... Да. Ну, значит, ничего не получится. Вот. Значит, шутки шутками, но отношение к старикам, к инвалидам, а теперь к бомжам. В метро лежит пьяный, не пьяный, а сонный, не знаю, что вонючий бомж. На этой кусочке, знаете, кусочки, ну, где короткая такая, диванчик такой, лежит, подходит, здорово, малый, и бьет его ногой. Я ему говорю, прекратите, что вы делаете? Смотрите, разлегся, а он показывает себе публике, что он орел вообще. И бьет опять по ногой. Ну, я, значит, вам уже поняла, вы поняли, кто я такая? Я стала орать. Ну, я на публику. Вы хуже, хуже. И он раз-раз и смотался. А все думают, а может, правда, хуже. Ну, это на публику. Потому что я не знаю, как их пробрать. Я хочу сказать, ну, менты я видела, били лежащую на ногах, ногами, в метро бомжа. Понимаете? Вот, человек в нашей прекрасной действительности мало чего стоит. Мало кому нужен. Поэтому, не знаю, можно ли сильно обижаться на то, что подают деньги, это еще не самое печальное. Правда? Не обижают слух. Вот. Народ, конечно, темный, дремучий и варварский во многом. Иногда бывают примеры невероятной какой-то доброты и теплоты. И это, что про русский говорить, ничего не понятно. Во всяком случае, могу сказать, что, что говорил Константин Леонтьев, наш философ знаменитый, в России легче ночи святого, чем порядочно. Понимаете, как? Вот. А вот Бунин говорил, что из него можно делать дубину и икону. Поэтому можно встретить чудовищные преступления и одновременно невероятную самоотверженность. Вот. Поэтому будем народ на свой смотреть с позиции людей, у которых судьба, Бог, выбор для того, чтобы вы отдали себя очень высоко нуждающимся людям. И так могли возрастать в себе. Вот как-то вот так вот я настроена поговорить. Пожалуйста, вопросы, возражения и так далее. Что из того, что я сказала с этим нельзя согласиться? Или пустые, ваши пустые хлопоты в казенном доме, Татьяна Павловна? Нет, не пустые хлопоты в казенном доме? Вот начальник позвал меня, вот я тут и отрабатываю. Пивка принес. Что все думали, что это пивка. Ну, видите, коньячный совершенно вид. Меня интересует, в прошлый раз я говорил про манипуляцию. Да, Говорят, иногда мы сталкиваемся с позицией манипуляции, когда иногда дети, иногда, может быть, и родители любят вызывать жалостки себе. Да, сколько угодно, старики уж точно. Это жалость, это что-то будет манипулятивное. Вот у меня знакомая была, которая на два с половиной года старше меня. Но она в жизни... Извините, они слушают? Слышат? Не-не-не-не. А, вы не слышите, что он говорит. Ладно, потом... А там вы слышите виртуально, реально, сколько там у нас. Вот. Но она очень любила, понимаете, вызывать к себе жалость. Ей там постоянно манипулировала. Это вот люди бы жалости там советуют. Сколько лет ей было? Ей, наверное, уже 55. Она такая всегда была, да? Всегда. Всегда она любила к себе привлекать внимание и всегда такая бедненькая, такая слава, так ей не везет в этой жизни. Но сама не старается что-то сделать, чтобы решить свои задачи. Она любит к себе привлекать внимание и этим играет на публику, да, и постоянно как бы она такая вся вот неудачная, все ей не везет, все у нее в жизни плохо. Ну, может быть, на самом деле? А? На самом деле, может быть, не везло? А мне даже с головой проблемы. Да ладно, с головой. Нет, с головой все... Но это так проще. Подождите. Самому не надо ничего делать. Подождите, с головой... Нет, с головой у нее, наверное, все в порядке, но типаж может быть, грубо говоря, есть такой тип, может быть, ипохондрический. Она из этого... Может быть, это такой ипохондрический типаж. Ну, ипохондрия, это значит такая склонность, склонность такая казаться болезненным, уходить в болезнь. Вот есть такой тип, например, есть такой ипохондрический тип. Вот я рассказываю обычно в лекциях, что вот такой ипохондрический тип поведения. Мать, когда, если в семье какая-то неприятность, ложится и держится, у нее мигрень. Вот это такая ипохондрическая защита. Все начинают кругом прыгать, наша бедная мамочка. Ой, ужасно. Тише, тише. Я не могу. Закройте дверь. Как ужасный воздух. Вася принеси. Коля туда беги. Маши гао. Гао и так далее. Это такая... Актриса в жизни. Это как актриса. Нет, я хочу сказать, есть ипохондрический вот такой тип, она действительно себя плохо чувствует. А есть тип такой, сейчас скажу вам, истероидный, такой артистический, да, когда вот демонстрирует какие-то свои достоинства, доблести. Моя подруга, она такая истероидная, она говорит, ну что мне, когда в церковь идти, у меня всегда ведь такая трудность, мне же не в чем исповедоваться, у меня же нет грехов. Она всегда такая, она лучше всех, и муж у нее сам замечательный, я знаю жуткие проблемы. с 9 лет я ее знаю, она мне говорила, она с ней началась сексуальная революция, она большие зеленые глаза, жутко сексуально, она мне всегда говорила, что быть интересной женщиной это недостаточно сумасшедшая. Надо было, чтобы галлюцинации были и так далее. Это разные типы, это тоже манипулятивные типы, есть разные просто типы, человеческие. Но то, что мы здесь говорим, например, пожилые, старые, больные люди могут манипулировать своей обидчивостью. Я думаю, что и больные ребята тоже могут манипулировать обидчивостью, чуть что, обижаться. Это развивается довольно быстро, как только человек понимает, что за обидой следует какая-то выгода, понимаете как. Поэтому это в природе человеческой отстаивать свое право на то, чтобы к себе делать все, чтобы к себе было больше внимания, больше заботы. Это есть раз... Типа, наша задача не обманываться и не поощрять это в детях. Ну, не знаю. Я помню, у меня такой был клиент, и он мне что-то там такое говорил, и слушай, я прям черно-побел, я говорю, слушай, что-то про Горбачева. Я говорю, слушай, я тебя прошу, не вешай мне лапшу на уши. Ну, можно сказать, ну, можно как-то это высмеять, иронизировать, для того, чтобы понятно, что вы на это не поддаетесь. А если это уже устойчиво, значит, это уже серьезная история, это надо тогда обсуждать. В принципе, надо обсуждать такие вещи с детьми, если возможно. Но если это уже устойчиво, значит, это уже, если это раздражает, то надо уж специально к психологу обращаться, значит, это система отношений такая, которая уже вошла в непродуктивную фазу. Понятно? Если вами манипулируют, и вы видите, что это, вы не можете из этого быть, и избегаете конфликта, возникает напряжение, это уже психофитическая задачка. Так? У меня, вы знаете, такой вопрос, вот, по хондрическому типу. Вот у меня трое детей, двое из них, я так понимаю, сейчас подходит как раз к кризису трех лет. Двои. А старшему восемь. И, вы знаете, вот я просто сейчас понимаю, что, конечно, все женщины у нас там приносят себя в жертву, я в том числе, я все там делаю, 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 делаю. И вот в какой-то момент, ну, вы знаете, прямо вот хочется вот прямо упасть, потому что, когда я в какой-то момент говорю, знаете, мама чего-то болит. Как болит? Да. Имеешь право. Давай покатай нас, давай нам то, давай. И вот прямо хочется иногда, вы знаете, упасть и сказать, вот прям вот так вот, а что, так не надо делать? Нет, обязательно, конечно. Понимаете, я же вам говорила, вы записали себе щедрость самодачи с мудростью самоограничения, правильно? Да. Да, и написал вам право Таранка, да, не только родители должны учитывать потребности детей, но и дети учитывать потребности родителей. Мама может быть утомлена, больна, маму надо защищать. Девиз теми такой, мама нерабочая лошадь. Мама нерабочая лошадь. Мама живой и смертный человек. Мама может рухнуть, если ее перегрузить. Это должно быть понятно. Понимаете как? Ну, легко мне говорить, у меня же нет детей таких. Вот. Но это надо как-то делать, понимаете, потому что это... Это вот, знаете что, это вот истинная драматическая ситуация, когда есть потребность в том, чтобы это было, и очень мало возможности это реализовать. Это есть драматическая ситуация. Она может быть и трагической, но она пока драматическая. У кого-то может быть и трагическая. Что человек, которого, трагическое, знаете, когда? Когда ребенок недоступен для сознания. Есть такие дети. Недоступен. Он не может по своему статусу психиатрическому, психическому, он не может понимать то, о чем вы говорите. Я тогда не знаю, что. А у нас даже нет психотерапевтов, которые работают с умственными отсталами. Даже нет. Только педагоги. Нет такой службы, которая бы помогала налаживать отношения в семьях. Но это какие-то гениальные люди. И потом есть люди под названием, есть дети под названием моральный урод. Я видела такого пацана. И видели в клинике такого пацана 10 лет. Он рассказывал врачам, что он хочет убить мать, чтобы жить с мальчиками. И шестая больница встала на уши давно. Это только начиналось с нашего университета. Их ребят подели на практику, и никто не мог ничего понять. Все только об этом рассказывали. Потому что не было диагноза. Представляете себе? Не было диагноза. От чего его лечить? Я говорю, какой диагноз? Моральный урод, и все. Спрашивается. Нашли диагноз, потом приставили, ну, заглушили таблетками. Непонятно, как человек... Ребят, много чего непонятно. Он идет так в сторону от столбовой дороги человечества. Непонятно. И мне встретилась в такой паре. Ну, там я понимаю природу. И спрашивала Борисовну Хламогурову, свою декана нашу, она клинический психолог прекрасный, она на бегу мне сказала, только Бетельгейм. Вы знаете, был такой великий педагог. Вот Бетельгеймов-то нету. Вот таких педагогов гениальных, которые могли бы вправлять вот такого рода людей. Ну, это, кстати, к тому о наших ограниченных возможностях. Вот помощи очень трудным детям и очень трудным... Я бы сказала так, вот я ничего не знаю. Так, вот я сказала, попробуйте децентрироваться относительно того, что у него здесь. Но я не знаю, относительно всякой психики можно децентрироваться. Понятно, что я сказала? Что есть такие психики, относительно которых я не знаю, как децентрироваться. Поэтому я молчу. Ну, а слава Богу, в основном, по-моему, люди сохранные, правильно? Да, это счастье. А если бы не сохранные, мы бы тут... Я бы тут не выступала, я бы не знала, что делать. Это, пожалуйста, СП. Специально есть факультет. Так, еще вопросы есть? Ну, вот я хотела... Ну, даже не вопросы, а вот какое-то такое наблюдение, которое вот... Всем слышно? ...вотникает в такую проблему, вот лично у меня. Я не знаю, как ее решать. Вот, например, даже паралимпийские игры... Мы сидим, удобнее. Паралимпийские игры смотрим, мы видим, что там все победители, кто заполучил медали, это люди, которые после травмы в основном, потому что они были нормальными людьми. Они привыкли в детстве, в юности, что жизнь — это борьба, игра. Вот все это у них уже было сформировано, как у личности. И, отключившись в такой ситуации, они пытаются себя преодолеть, пытаются что-то достичь. И вот дети ДЦП, сколько мы знаем, мы их тащим с детства, что вот они вообще ничего не могут, потом они уже немножко что-то могут, потом заболели опять, не могут, их все время приходится тащить. Чуть-чуть они там немножко вроде что-то захотели, потом опять их подтолкнуть, чтобы что-то, что-то получилось. Ну и вот в результате нет такой, какого-то желания что-то достигать. Понятно. Да, вот я, в частности, вот на своем примере, вот своей, ну, со своей дочерью, она даже вот, ну, какие-то хорошие у нее способности, развитие, все вот сейчас она закончила, вот наш факультет дистанционный, но я не вижу, чтобы у нее как-то вот, она загорелась вот как-то чем-то. И как строить жизнь? Ей вроде и как бы ничего не ходит, и все устраивает. Совершенствоваться в физическом плане тоже особого нет желания, хотя есть еще возможности, ну, всегда они будут и там и в 30 лет, и в 20, ну, как бы можно еще что-то применять, что есть, в медицине достигать как-то, все. Ну, вот нет, и меня сейчас, вот у меня просто с ней даже какой-то конфликт, потому что я вот этого даже не могу это понять, вроде я ее воспитывала, и я как-то по жизни такой человек целеустремленный, мне всегда хотелось вот как-то что-то вот достичь, сделать, что у меня не получается, неудача, еще больше подстегивала неудача. А тут маленькая неудача, все уже. Вот как вот к этой неудаче, чтобы человек не боялся, вот, ну, это, я не знаю, тоже очень большая тема, конечно. Да. Сколько лет? 23? 24 года уже. Вот. И вот именно боязнь, вот это что, даже... Да, жизни боязнь. Да, вот именно, вот она так меняет, говорит, мир полон опасностей. Да, 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 да. Куда не выйдешь, на улицу выйдешь, тут все опасно. А она на улицу не выходит? Ну, одна выходит там, мы уже освоили около дома, в магазин. Ну, знаете что, я, значит, поскольку, да, ничего еще, у меня проблемы с компьютером и так далее, но я, значит, поскольку я уже веду семинары, я просто думаю, что надо попробовать какие-то консультативные беседы по скайпу. Что вы думаете про это, мне с ней поговорить? Ну, она, я уже ей предлагала это, она не хочет делиться. А, она не ищет помощи? Нет, нет, и помощи, они не хотят искать помощи. Нет, я такой, я такой. И даже какое-то уже себе самоунижение, вот уже даже бравирование вот этим самоунижением, А, вот какая история. Вот как-то у них, не то, что это полная история, а уже вот это проскальзывает, вот эти высказывания как-то. Ну, я не знаю, в целом я думаю, что все-таки динамика положительная, то есть она, ну, думает там, как дальше, все, но вот все равно какого-то, или просто здесь связано со здоровьем, наверное, что все-таки слабое здоровье, нервная система, даже какое-то быстрое утомление, слабое здоровье. Или вот нужно находить, наверное, какие-то черты, чтобы, ну, какие-то задачи, чтобы был маленький успех, наверное, потому что... Нет, ну, самое главное, чтобы хотелось что-то делать. Чтобы хотелось что-то делать. Так, есть какая-то идея, как можно побудить человека, который вот так привык к такому комфорту? Мне рассказывали историю ЕСЭН по ДЦЭН опорникам Ищерякова. У него была школа лидеров. Я с ним обсуждал несколько лет тому назад. Он говорит, когда приходят в их школу, загораются быстро, как и так далее, очень быстро переграют, как бы проходят интерес. Первое, да, да, хотят делать, и так далее, проявляют интерес, но очень быстро угасают. Вот. Мы на факультете тоже с этой проблемой постоянно сталкиваемся, и мы никак не можем понять, что, и вот последняя наша часть декана, про это и было, что как бы все стрелки к нам, как бы больше нас будут заботиться, нас опекают, а что я отдаю? Очень редко, и мы, как бы, казалось, столько чего делаем, и казалось, что должны понять, что надо больше отдавать, чем, может быть, получать. Желание больше получать, чем отдавать. У меня пришли какие-то мысли, я не задумался по этому поводу, думаю, когда я поступал в университет, я понимал, что я закончу университет, и буду жить самостоятельно, и на жизнь сам зарабатывать. У меня вообще другой мысли не было, что я буду у родителей жить, что родители будут меня финансировать. У меня установка была, закончить, дальше самостоятельно жить, зарабатывать. У наших студентов такой установки не было, они понимали, что, наверное, все равно они будут с родителями, все равно родители будут опекать, и у них в установке, что я самостоятельно, нету. Откуда же возьмется она? Откуда она возьмется? Это уже не надо сейчас? Надо. Вот эта модель поведения формируется, да, что, да, все равно, как бы, я всегда буду одеться, всегда буду в тепле, мне все равно мои возможности не позволят. Вот эта психология формируется, наверное, с детства из-за того, что у него нет установки на самостоятельную жизнь из-за ограниченной возможности. Мы на факультете, нас это уже разгрожает. Ну ладно. Мы уже обижаемся, нет, я честно говорю, потому что мы столько, кажется, хотим делать то-то и то-то, ну, я приведу пример, мы организовали конференцию, мы сделали, там нужна помощь, там фотографии дела, там видео, там регистрация и так далее, вот, и пишем, кто хочет помочь, подключиться, дел много, мы не успеваем, и своя конференция, денег нет на нема от кого-то, вот. Вы знаете, вы знаете, никто не зарегистрировал. Ирина Валерьевна потом сама обзванивает, знаете, уже кого там, уже участвовали, звонили, спрашивали, там группу сформировали, нам помогали. Но, чтобы кто-то записал и изъявил желание, хоть из последних сил, говорим, ну, запишите, ну, мы, это не значит, что вся ответственность на вас положится, правильно? Мы поможем. Но вот пусто лист было, и никто не записался. И не первый раз такое происходит. Я хочу понять, а почему так, что мы по-другому должны сделать? Мы даже начали, знаете, вот, допустим, мы говорим, что наша жизнь очень многое зависит от того, как мы вместе будем ее планировать. Что студенты, у вас огромные есть свои возможности, есть родители, вы умеете что-то делать, предлагайте со своей стороны какие-то интересные мероприятия, инициируйте, мы поддержим. И мы бросились в предложение, да? Вот, это, даже раньше мы говорили так, нам нужна такая помощь там, факультету, да, для совместности. Ну, нет вот этой инициативы. Пустые листы. И мы не можем понять, что такое происходит, почему такое происходит. Понимаете как? А вот, знаете, нужно я вам скажу, у меня, ну, не касаемо инвалидности, но мне кажется, что это тоже похоже на эту ситуацию. Вот у меня знакомая одна, она, ну, просто получилось так, она очень рано маму потеряла, 14 лет. И когда прошли годы, вот мне сейчас уже 31 год, она не замужем, у нее нет детей, и ее родственники как бы думают, что вот как же так-то вот. Самое главное, она говорит, что вот да, я хочу, я вот прям хочу с одним знакомиться, с другим, все плохо заканчивается. И потом я им говорю, вы знаете, просто она, скорее всего, просто я ее не очень хорошо знала, я им просто говорю, вы знаете, мне кажется, что она просто осталась в возрасте 14 лет. Вот когда обрубили вот это вот и все, и не получилось вот этого перехода. И теперь проще думать вот на 14-летний возраст и понимать, что вот все хорошо, я в этом возрасте. А если это будет что-то новое, то это будет вот такая волна проблем, от которых все отгораживали, отгораживали. Вот мне кажется, знаете, в такой ситуации удобнее было бы что? Вот, например, кстати, тоже у меня предложение. Если она, к примеру, хорошо рисует, есть сайты, на которых можно предоставлять свои рисунки. Они их будут печатать на футболках. Людям за это платят деньги. То есть какая-то мелочь, мелочь, но, по крайней мере, человек сможет понять, что да, он вот здесь смог сделать, он здесь смог. Он где-то выставил, он может фотографировать, где-то отправлять фотографии, тоже за это получать что-то. Мне кажется, вот как-то все равно через какие-то вот эти подвиги, за которые платят, например, сейчас уже деньги, причем на заграничных сайтах тоже все это можно делать. Ну, да, понятно, у каждого есть свое увлечение, все. Но вот как это вот боять неудачи, что ничего не получится, что неудача не подстегивает, а наоборот. Не верит в себя. Я вот, ну, как бы. Ну, правильно, а как верить, если как бы нет удачи? А вот это... Ну, почему нет удачи? Я считаю, что моя девочка успешна. Нет, но, может быть, она хочет чего-то другого. У нее есть какие-то способности и хорошие вот... Действительно, она великолепна, она старательна, училась, и сейчас чуть не отличница. А почему она тогда думает, что нет удачи? И вот это... Ну, я думаю, что может быть и депрессия, потому что все-таки вот сейчас закончили учебу, все это трудно им учиться, трудно, потому что для ДЦП, у которых такая вот ослабленная нервная система, напряжение переживать, дипломная работа, все это трудно, конечно. Но в целом все равно вот нет какого-то, ну, я не знаю, может быть, действительно это в силу вот... Стимула нет. Позвольте мне вот немножко включиться по поводу вашего конкретного случая. Проводилось данное, к сожалению, боюсь я сказать, лет 10, не меньше данное, социологические исследования. И вот у людей с инвалидностью, кто кончал ВУЗ, степень самоубийства очень высокая. Сразу же, резко. Почему? Сверху шел, но появляется некоторая ситуация, с одной стороны. А с другой стороны, он, когда обучается, он свой статус изменяет. Он начинает понимать, что он в этом мире совершенно другой уровень. И он больше почувствует, что у тебя уязвимое. Нет. Нет, дело в том, что уязвимость это другое степень. Не соответствует тому, что он может, и тому, что, так сказать, не может достичь. У него действительно способности большие, а как реализовать их, возможностей этих нет. И вот в этом отношении эта беда по разным аспектам, по разному она идет. Одна сторона, это дистанционное обучение, это изоляция, та же самая. Почему хороша вот этот факультет? Он не является формально дистанционным, он реально, действительно, включает в возможности взаимоотношения ребятишек, в том числе и взрослых, что очень важно. Вот этот момент того, что ребята, как вы правильно заметили, могут соревноваться с кем-то. Но опять-таки, когда вы говорите о том, что может в интернете что-то, это не личные соревновательные. А для ребят вот именно этого возраста очень важны личные отношения, личностные соревновательные качества. Да, я хорошо сегодня накрасилась. Да, я-то могу сегодня хорошо там кому-то подшить платье. Да, там ребенок может хорошо там напечатать или еще что-то нарисовать. Вот это должно быть, видимо, ощущаемое в общении, не в интернете. Интернет вот так уже всегда стало. Вот этот момент самореализации, он здесь пока у нас проседает. Ну, еще один момент, это с чем человек идет в вуз. К сожалению, а особенно это развито среди девчат, они идут туда не получить профессиональное образование, а найти личную жизнь. И это нормально. Но может ли там человек найти личную жизнь? Получится ли это? Увы, далеко не всегда. Даже более того, это, к сожалению, 80% не так. И при выходе, когда не реализуется и то, и другое, вот у нас появляются такие вещи. Сейчас, слава Богу, я смотрю, вот эта вот тенденция, о которой он сказал в начале, она, мне кажется, радикально изменилась. Тем не менее, надо об этом понимать. Но еще раз могу сказать от момента, о том, о чем вы сейчас говорите, это пробелы, к сожалению, раннего воспитания. Это не вуз. Вуз уже вперед. То, о чем вы говорите. Когда вы говорите о том, что с трех лет обычный ребенок, и с трех лет ребенок с инвалидностью, все типово. Все типово. И для ребенка с инвалидностью три года то же самое. Но здесь включается очень много дополнительных факторов, те, которые избегают ребенок с трех лет обычный. Семья. Обычного ребенка, семья, она работает на развитие ребенка. Семье инвалиды, и не до этого они занимаются болезнью. И в них нет опоры другой, посторонней, которые помогли бы этой семье разделить это. Занятие здоровьем и развитие ребенка. Это два разных направления. Их смешивают. И момент окружения. Кто его окружает? Там продолжается окружение ребят, которые так или иначе он пересекает. Он постоянно с ними в активе. Он через них узнает и познает себя. Своем награде. Многоинчик, многообразие. К сожалению, здесь изоляция. И он только на уровне взрослых может так или иначе себя оценить. А это занижение собственной способности. И здесь начинается замедление развития. Вот среди инвалидов замедление развития взрослости очень серьезное. Чуть позже еще одного аспекта коснулись. Мы видим, если так вот говорить серьезно, то они, в общем, становятся взрослыми гораздо позднее. Но по многим причинам, в том числе гиперопека, там со всеми демотекающими делами. Поэтому, в принципе, если есть возможность и есть нормальная, прежде всего семья. Но семья у нас, к сожалению, очень страдательная, в том числе, вот что говорится. Когда вы говорите о том, что они меня не щадят и не жалеют, это вот тоже неумение этой ситуации управлять. То есть, когда вы говорите, я устала, и мне больно, им должно быть так же больно. Они должны это переживать, они должны за вас заботиться. Только тогда появляется обратная реакция не инвалидности, а человека. Когда вы, несмотря на свою усталость и боль, его начинаете, ну, травмите животным, то есть все. Он хорошо чувствует, он хорошо на этом играет. Он просто-напросто становится уже просто манипулятором вашим. А говорит, нет, стоп. А вот возьми-ка ты и попробуй ты сегодня сделать то, чего я не могу уже сегодня. И проявляется уже не степень инвалидности, а его застренность на этой составляющей. Собственно, это не дивидуальное качество человека. А что человек? Это обязанность, это долг, это права. А вот где у него права и обязанности? Мы об этом говорим ему. И вот эти моменты, они у нас начинают возникать. Самые разноплановые. У нас, когда мы говорим о жертвенности женщины, героизм и прочее, здесь тоже три мотивировки. Героизм женщинам, когда она, могу по своей маме, к сожалению, ухать, сказать. Она не могла себя по-другому реализовать. И она везде и сюда ходила по высшему инстанции. У меня сын инвалид. И тем самым она становилась значимой для себя, для окружающих. И я ей в этом отношении нужен был как знание. Я ей вообще не нужен был в этом плане. Без учета того, что я, допустим, плохо отношусь или еще чего-то. Просто человек в этом отношении, он просто забывает, для чего он здесь, для детей. Ей жертвенность другая. Когда у нас ведь очень разные люди, ребятишки. Ей жертвенность, когда мать хорошо знает, что ребенок, он очень хрупкий. И если она не побеспокоится, никто не сможет побеспокоиться. У нас есть так называемые хрустальные дети. Никто не знает, как с ними обращаться. И поэтому она, вот его оберегает настолько, чтобы он, не дай Бог, не упал, не против. Другая жертвенность. И вот опять-таки здесь уже надо разделять болезнь и ее, так сказать, сопровождение. Человека надо учить. Она не знает, она зациклена, его болезнь. Есть жертвенность третья. Когда человек уже, как правило, естественно, мам, отцы, по-выкорному, не готов в большинстве. На Западе сейчас уже все-таки выстраиваются, немножко другая поработка. Когда у нас дети однозначно не могут долго жить. Они проживут всего лишь где-нибудь до 20 лет. Мать говорит, да плевать на все. И он прожил эти годы. Совершенно другая позиция. И вот эти многоплановости мотивировок, они совершенно разные. Ну, я здесь много говорить могу об этом. О том, что колясочники разные, все прочее. Здесь, кстати, инвалидов тоже хватает разного. Люди с ДЦП, у них наиболее сложная форма ДЦП, у них достаточно хорошо развита умственно-эмоциональная составляющая сфера. А у тех, кто на колясках, типа меня, нам кажется, что они, в общем, не такие и, грубо говоря, дураки. Потому что он не может выговорить, что он не может правильно провести, там, коляску, еще что-то, пластика, судорога. Что появляется в разделении. Вот я-то отлично, а он так сидит, придурок, дурачок, со всеми вытекающими обстоятельствами. А тот все хорошо понимает, но у него нет среды, опоры в том плане, чтобы он мог соревноваться с этим. Для этого нужно поставить равные условия, доказать, что если я на коляске, то это совсем не значит, что я умнее. Девушки будут там не зрячих, а не слышащих и прочих вещах. Там тоже есть какие-то свои волны. Поэтому здесь очень много распеклых, самых разноплановых. Это, ну, действительно, это наука. У нас она, к сожалению, пока еще, никакого образа не разная. Она и на Западе никакая. Поэтому там единственное, что там практика. Когда вы говорите о том, что они бросают деньги, там не бросают деньги только потому, что инвалидов много на улице. И к ним отношение просто уже стабилизировалось. Ну, хочешь, не хочешь, вы сейчас точно так же бываете в метро, на улице, видите, попрошает. У вас не дифферентные отношения к ним. Вы уже понимаете, что если я там вышел, значит, просто, да, мне уже трудно от этого отличить. Кто я такой? То ли мне деньги бросить, то ли, так сказать, я вообще ходил ученым. Это немножко другая ситуация. У нас пока очень мало. Вопрос по Паралимпиаде, когда вы говорите, что, ну, там опорники того-сего, а у наших детей с детства, на них они не могут равняться. Это и так, и не так. Да, действительно. Знаете, я сам в отношении опомник, да, я-то не ампутант, тем не менее. Но мне очень высокое поражение, шейный отдел, позвоночник. Мне очень слабые кисти руты. То есть я взять эту тылочку, даже не смогу себе. У меня нет силы в пальцах. У меня вообще руки не работают, я их развил. Суть не в этом. Суть в том, что я не могу быть спортсменом высокого класса. И здесь надо людям понимать, что спорт высших достижений – это лишь некая ремарка возможности достижения человека совсем не обязательно в области физической. Но вот надо что-то придумать, смоделировать для каждого из нас, в чем может человек так же проявить себя. Это самое сложное. Но еще раз говорю, здесь все-таки очень важно более ранее этап развития подходить. Спасибо. Я прошу просить вас. Спасибо. Очень хорошо. Мне кажется, интересное, замечательное выступление ваше было. Учительное для нас. Я вот по моей части, вот насчет того, что после окончания вуза может действительно быть депрессия. Давайте. Это добавить. Давайте. Давайте. Вот такие дети, когда заканчиваются, хотя бы какую-то циклальность и пытаются выйти в жизнь. Приходя куда-то, им, знаете, что говорят, сейчас для здоровых работы нет, а вы хотите найти работу. А потом вы же говорите, хотите хотя бы там тысяч двадцать получать? Ну что мы вам можем предложить? Ну пять-шесть тысяч. С другой стороны, вы же получаете пенсию на хлеб и воду под краном у вас хватает. Чего вы еще хотите? Ну самое отношение. У нас само отношение, вот, понимаете, у меня фирма, у меня, как говорится, фейс-контроль, у меня должны быть все в белых воротничках, красивые, здоровые, модели, вот, пришли, хотя у них в голове тоже может ничего быть. Я не могу тебя взять в фирму на своей коляске, или ты там придешь ко мне с костылями вшатающейся, или, так вот, ну у них, у всех бывает дефект виден. Я не могу тебя взять с этим дефектом, хотя у тебя, может, 7-5 и во лбу. Очень часто говорят, что для здоровых нет работы. Да-да. Кто пришел в заниматься? Кто? Инвальник. Инвальник, да. А пришел не человек, не профессионал. Вот и все. И все, да. А вот это, значит, нужно готовить на профессионал, это дает человека. Не придет инвалид в фирме, понимаете? Дело в чем? Дело в том, что я приду на коляске и скажу, дяденька, тетенька, я хороший, я могу. Не веди, это не проходит. Так об этом и речь. Значит, я должен уже со второго, с третьего курса профессионально искать, где я могу быть, соответствовать тому уровню той фирмы, уже работать с этой фирмой, исполняя тот заказ, который они делают. Мы этого пока до сих пор не понимаем в специально-образовательных учреждениях, это пускаем. Но здесь, к сожалению, просто ни пока у нас не удается выстроить в нашем университете. Тем не менее, это можно делать через различные общественные организации, которых нам тоже не хватает. Нас общественные организации в основном занимаются больше какими-то акциями. Вот этот момент очень важен, актуален, что должен прийти человек, профессионал. Если придет инвалид, он никому не нужен. И я не прихожу никогда ни к чиновнику, ни к работодателю. Все, что я прошу, я предлагаю. Я прихожу и предлагаю. Я могу вот то-то и то-то, я уже сделал вот то-то и то-то, у меня опыт вот такой-такой. Стоп. И мне плевать, что я на коляске. А у меня такого нет. Что тебе сделать? Машину, не вопрос. Компьютер, да не вопрос. У нас, к сожалению, что у нас сейчас происходит? Есть уже некоторый рынок работодателей, которые хотят молодых ребят брать на работу, но при этом они говорят, мы дадим сейчас вам на некоторое время курсы обучения. Вы должны его будете пройти по окончании бесплатно. По окончании вы начнете работать. Будете получать небольшую, но потом, когда вы состоитесь, у вас будет нормальная зарплата. Ну, это, а вот кто-то получает сразу. Он вышел из университета в студию, как обычно. Да, и он уже 30 получает. А я сейчас, если начну работать, меня же еще заберут на вход в пенсии. Ну, и чего? А я что должен? Я должен себе сказать, либо я живу, я человек, и я начинаю тогда работать, да, я теряю какие-то вещи. У меня есть перспектива. 80, от 80-90% молодые ребят не хотят, отказываются. Может быть, это еще зависит от того, как построено образование? Да, образование дает перспективу получения профессии. Вот мы здесь психологи, мы на рынке можем найти работу? Давайте поговорим по образованию про рынок. Вот смотрите, я еще не замучил, прошу прощения. Нет, нет, совершенно. Вот давайте. Паралимпиада, приближаюсь к паралимпиадам. Спит попозже, я коснусь, если вас будет интерес к этому. Все хорошо, с нами. Какое отношение имеет наши студенты к паралимпиаде? Скажите мне, пожалуйста. Вот так, по большому счету. Ну, волонтеры. Глупость. Мы же говорим профессионалы. Ну, волонтерство это какой-то элемент профессионализма и практика. Но они должны прийти с чем-то. Они готовы туда прийти с чем-то. У нас никто не задумался и самих ребят не понял. Хотя уже был волонтерский набор ребят, где они могли действительно стать волонтерами. И могли профессионально работать там несколько месяцев. Там огромный спектр спортивных психологов самых разноплановых. они эти спортсмены те же самые ампутанты и прочие. У них точно так же депрессии то, сё, и так далее. Где наши могут работать? Там замилуют душу. Мы об этом не думаем. Мы ждем, когда нам что-то сделают. Мы ждем, когда нам какую-то создадут новую специальность. Мы вот были в лесном лагере в Сельгерии. Ребята были. Ребят, не початый край интересной профессиональной работы для психологов. Что такое вообще туризм для инвалидов? Что такое специализированный туризм для инвалидов? Что такое экстремальный туризм для инвалидов? На Западе этого огромное количество уже существует. Вы психологи, вам карты в Руси. Вы можете сейчас стать профессионалами, которых еще нет вообще нигде. Нет, мы ждем, когда нам кто-то что-то даст. Нам нужно подойти к товарищу, да, уколоть его там шпилькой, сказать, бронес бронес, с кем-нибудь познакомьте. Кто у нас работает в туризме? Давайте им предложим свою программу, давайте проработаем с ними, чего им не хватает. И он только спасибо нам скажет. Он же не знает, что мы хотим. Он пока знает, что мы ничего не хотим. Понимаете? И вот эти вещи, я же говорю, прошло два года, никакой реакции ребятишек. Они так и не отреагировали. А это действительно за два года они уже могли бы сейчас сформировать для себя профессию. И они были до сих пор. До сих пор нет туристических фирм, которые занимаются из боевых. Нет. Кстати, недавно к нам пришел один потенциальный работодатель. Он хочет создать консультационный центр онлайн-режиме по психологии. Он экономист, он юрист, еще закончил высшие экономические курсы. Он говорит, вот у вас, он пришел в центр трудоустройства сперва в наш университет, а потом они привели к нам его. Говорит, вот у вас студенты, выпускники, онлайн-консультирные, у вас ведущие и так далее. Вот. Мы с ним организовали онлайн-конференцию для наших студентов, чтобы он рассказал, как работодатель, какие требуют. Мы думали, что будет аншлаг. Не было никакого аншлага, было очень мало. И для нас это был шок. Думаю, почему так мало? Да, казалось, ну надо мы говорим, что мы это создаем. Вы же работодатель. Кроме того, у нас на портале «Я человек», там есть возможность сконсультировать. Как мы начинаем что-то говорить надо делать, всегда фразы «А вы нас научите», «А мы не умеем», «А мы не знаем». Вот видишь такая отговорка. Что бы ни делал, всегда идут эти слова. Вот. Честно говоря, после этого часто руки опускают. Когда предлагаешь, не используют те шансы. То есть, нет желания цепляться и спасет них сил, пытаться это делать. Вот. Могут записаться и половина не прийти, могут пообещать и не сделать и так далее. То есть, это типовая ситуация. Мы сейчас не знаем вообще, что делать. когда, допустим, записалось 22, пришло 10. Через 2 занятия из них осталось 6. То есть, вот такое расслабленное состояние, в котором живут, это скорее бы условлено условиями жизни. это как раз побочный эффект опеки, но опеки уже не только семейные, а государственные. Да. Когда мы все у нас говорят, ты инвалид, да ну ради бога, мы для тебя все, что ты хочешь. То же самое с сиротами. У нас нет требований к человеку, мы никак не можем к нему отнестись, мы должны отнестись к человеку. Человек имеет права, имеет обязанности. Мы никогда к этому никак не можем прийти. У него прав? Он всегда прав. Обязанности? Кто у вас из коляточников моет полы? Посуду девочки моют, а мальчики моют посуду? Слава Богу. Носки сижаются. Ну, слава Богу. А убирать полностью по квартиру. И так далее, и так далее. Вот уже хорошо. Уже хорошо. Можно еще сказать? Ну вот у меня все-таки, конечно, нужно там учить ребенка, ну все это. Но мне вот главное именно интересует этот вопрос загорания, возгорания. Как вот это? Здесь я могу сказать только одно. Интересно какого-то. Дело в том, как вот его нащупывать? Там есть история. Эта индивидуальная история, она, к сожалению, уже развита. Здесь конкретным человеком работать надо индивидуально. Здесь очень трудно что-то предлагать и каким-то образом прогнозировать что-то. Надо понимать, сколько контактен, насколько неконтактен, какая у него сегодня среда обитания, где и как он самопроявляется, самореагирует. Здесь очень много параметров, здесь уже как раз специалисты в этом отношении подскажут. Но это вот только служба, которая у нас сейчас зарождается, которая может каким-то образом включить. Здесь, конечно, нужно вот следить. Вот так, увы, к сожалению, здесь очень сложно говорить. И единственное, что бы мог вам посоветовать, это вот то, что делают Бродис Бродевич, различные сборы, выезды, формирование каких-то групп, может быть, она здесь видит выезды, просто даже не от безотносительно университета для инвалидов, общие какие-то акции такие хорошие, я имею в виду концерты, я не знаю, что-то еще. То есть ее как можно больше надо включать туда. но включать, вот опять-таки, у нас часто 90% этих акций делаются для инвалидов. Вот они сами там пришли, покушали, поребовались, поигрались, ушли. Они никто. Вот, если мы туда посылаем, то мы должны формировать их мировоззрение с той позиции, а что-то оттуда вынесли, а что тебе понравилось, что тебе не понравилось, а что бы ты изменил, не изменил, а как бы ты сам это провел. И вот, а ты же профессионал, а как мы эти акции проводим? Ты специалист, а попробуй, если тебе что-то не нравится, давай-то попробуй сделать. У нас есть сфера культурных массовых предприятий, ты профессионал, психолог, а давай-то попробуй сделать так, чтобы это было качественно, и чтобы это было интересно. Вот, пожалуйста, один из вариантов для вашей девочки, которая уже может в этом отношении себя проявить как человек, как профессионал, не инвалид. Есть, есть какая-то все-таки общая пассивность. Моя сестра, она у меня старше, она ужасно боевая, геолог и все такое прочее, и сейчас я уже за 80 лет, все преподаю. Она мне говорит, ну, у них там пропадает их вуз замечательный, как-то европейского класса, геологоразведочный, МГРИ, вот пришли какие-то там люди из Мордовии, все это перекорежили, значит, забили туалет на каком-то там этаже. Забили и все. Так говорит студентам, сходите к начальству, пусть никто не пошел, она пошла. За себя не могут постоять, с руками, с ногами. А это общая черта, то есть вот для молодежи, молодежь, 5% активности. Да говори, она это родина. А, а тебе больше, у нас разговор такой, тебе больше всех надо, да пошли. Вам больше всех надо, а пошли. Так живем. Я думаю, что здесь эти наши ошибки, знаете, в каком, мы недостаточно об этом говорим. Вот, здесь очень важно наша соответственно, работа. Вот мы как факультет, да, мы поняли, мы вот в среду, у нас был часть декана, мы полтора часа о этом говорили. Мы устали от того, что в одни ворота, да, мы делаем, 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 я говорю, мне уже сил нет, или наваренная, или живая, сколько мы еще мероприятий будем организовать, то есть получается, еще одну конфетку, еще куда-то свозите, еще куда-то, и скорее мы сами виноваты, что мы все конфетки, конфетки делаем, этим разница, какие мы молодцы, столько всего, а я спрашиваю, а сами студенты что сделали? А они что научились, они что-то делают, или они ждут очередной конфеты, очередной экскурсии, очередного театра, чтобы кто-то им организовал, и так далее. Надо поднимать вопрос, а студенты, а вы сами что делаете? Мы что без конца это будем делать? Какие-то формы самоорганизации существуют? Вот мы пытались это делать в виде социальных проектов, когда там досуг, абитуриенты, экскурсии, чтобы они сами что-то делали, наша задача помогать, но главное, чтобы они сами управляли активы. Бронис, Бронис, вот здесь мой совет в этом отношении, вы правильно это говорите, но просто как бы сказать, что они придут и будут делать, при всем том, что вы скажете, сделайте, они не придут и не будут делать пока у них не появится свой мотив. Вот попробуйте из этих ребят, которые вы приглашаете на то же мною, вот профессиональным углом подготавливать то же мною мероприятие, которое вы делаете. Как психолог, он должен сформировать и сделать отчет, как он будет проводить, как весь будет коллектив в это время себя чувствовать, то есть один заряд для одного студента, другой формировать отношения между, общими, как он будет гасить конфликты в гостинице или с окружающим в селе. То есть вот если мы их насытим некоторой мотивировкой каждого, вот именно по профессиональным навыкам, мне кажется, здесь немножко чуть будет лучше отдача, игра. Давайте подумаем над этим. Я к тому, что по большому счету с ними надо эти вопросы обсуждать. Если мы не будем их озвучивать, не будем говорить, свету мы полтора часа об этом говорим, говорим, что только ради меня. Вот у нас есть прекрасный пример. Александр Агафонов, я сейчас уже фамилию называю, он хорошо учился, он всегда старался и так далее. Но, к сожалению, всегда старался как бы ради себя. Мы говорим, ну надо учиться другим помогать, надо отдавать что-то, надо думать о других, а не только о себе думать. Я говорю, меня это уже раздражает, у меня уже тошнит от того, когда, вот я вижу, когда люди только о себе думают, правильно? Я говорю, я уже не хочу больше так работать и не хочу больше так строить жизнь, чтобы в одни ворота что еще вкуснее, какую еще конфетку, какую еще экскурсию. Нет, а сами давайте организовать и так далее. Ну, взрослые люди, но про это, наверное, мы должны говорить. Говорит открыто, они молчат об этом, вот, и обозначат вещи своим именем и про это обсуждать эти вопросы. Откуда в них это сформируется, наверное? Ну вот, можно еще только высказать? Ну вот, мы были в лесной школе, я была со своей дочерью, ну, один раз его, потому что я тоже не могла ее вытащить. Мне даже, наоборот, самой хочется участвовать в этих мероприятиях больше, чем есть. Но когда мы были там, я помню, что поднимались темы там, ну, неважно уже, но просто то, что ребята очень активно выступали, и чувствовала, что они дома сидели, ну, как бы, немного замкнутые, тут им хотелось высказаться о себе, о своей личности, как они себя воспринимают, что вот, я принимаю себя такими, в то же время я хочу что-то делать, там, что-то, и вот обстановка такая, ну, как-то чувствовалась активность, и у меня даже было такое большое впечатление, что действительно ребята такие способные, вот, что-то у них есть мысли, там, идеи, вот, но, может быть, это, как, все-таки, вот, был разговор об этом студенческом клубе, или клубе выпускников, или как-то, чтобы они, вот, собирались, но, может быть, даже не дистанционно, а как-то раз, раз, там, месяц, вот, замечательно, только при этом, чтобы кто этот клуб создавал, вот, если они сами начнут это делать, тогда он будет жить, если он предложит сокурсукупетра, ну, просто собираться неформально, вот, это опять зависит от их собственной активности, надо мотивировать, чтобы это стало их делом, только тогда это будет жить, вы извините, давно уже вопрос там был, Да, у меня много вопросов, я хотела сказать, что вот была формирована группа, которая немного занималась в реабилитационном центре, да, там тоже рассказывали, что психологи нужны все время, у них был как и положительный опыт, так и отрицательный опыт, я хочу сказать, что вот я такой наблюдатель по стороны сопровождающий, который сидел на тех же лекциях, вот, те ребята, которые вот уже заканчивали, да, они уже себя где-то пробовали как психологи, у них тоже был небольшой там вот и отрицательный, и положительный опыт, но те, кто вот первый курс с нами был, второй курс, да, они на практике видели, как эти ребята начинают с кем-то работать, у них была конкретная практика, потому что предложили практику всем, можешь ты, не можешь, хочешь, вот, вот приходят амбулаторные больные, с которыми можно было, которые сами не сначала пошли на контакт, прошло какое-то время, они к ним привыкли, стали разговаривать, потом уже стали обращаться, а вот ты знаешь, у меня тот, а тот, вот приходить пожилые, в первый день, когда мы приехали, пожилая женщина демонстративно встала и ушла, причем сказав, что от этих мы можем получить, мне за 60, я на пенсии, что я от этой молодежи могу получить, потому что нам не интересно, она мало того, что встала, демонстративно сама ушла, она еще под руку и вот у наших психологов, да, у нас вечернее было чайпитие, это обсуждали, да, это было очень неприятно, те, кто уже, так сказать, пятый курс, это они уже, видно, получали такой опыт, они, действительно, более спокойно обсуждалось это за чайпитием, кто был первый, второй, третий там курс, они, конечно, вот, вот мы не люди, мы не это, вот, вот. И опять ошибка, мы не говорили, там были, мы говорили. Нет, мы посидели, мы посидели, подумали, здесь мне что понравилось, что вот на втором курсе проходили такой вопрос, когда есть компетенция психолога, когда ты уважаешь чувства других и при этом, если ты получил моральный стресс, тебе вот эти старшие товарищи пытаются помочь, просто посидеть с тобой за чашкой чая, так и не расстраивайся, там и завтра, может, какая-нибудь, какая-нибудь дедейка появится, как говорится, иди сегодня спать, не расстраивайся. Прошло несколько дней, те больные, которые вот демонстративно вот так ушли, они же потом под палатами сидели, ой, а когда мы встали, наши же встали, они раньше приходили, раньше времени, они стали ходить на физкультуру, у нас разделённая, у них физкультура у нас своя, понимаете, как нас делили по времени, они специально приходили тогда попозже, чтобы с нами делать физкультуру, они даже там некоторые смотрят, приходят, ой, ты знаешь, вот я ткань купила, как ты думаешь, мне вот по фасону, чего шить, понимаете, они встали, это не сразу пошло, и вот эти дети, которые, значит, не имеют вообще опыта, да, они видят, что да, надо работать, надо себя как-то компетентно проявить, при этом нужно вот эти правила соблюдать, что вот не навреди, не навреди, вот, и те, кто вот дома сидит, за экраном, у нас были там супервизии, да, вот понимаете, люди не имеют контакта, люди не выходят, люди не пробуют, им кажется, да, ну что я там спросила, ну что я там сделала, даже вот соблюдение вот этого правила, не навреди даже своему сокурснику, не всегда соблюдается, если здесь в команде, это начало сразу, в первый день соблюдаться, помоги, если он устал, если разведи его эмоциональное выгорание, ну помоги ему не сгореть, здесь вот это чувство совместности, коллективности, как-то вот соблюдалось, вот мне, конечно, вот и те, кто приходил из-за экрана, пытались как-то вот, вы там отдыхаете, вы там вот ничего не делаете, вы там это, а вот не было, и вот ты реально со стороны понимаешь, что там, кто сидит дома, сидит у экрана, он не понимает вот этой идеальной работы, что вот реабилитология, она тоже вот, в смысле, она не так распространена, потому что им дали попробовать, они знают, кто же каждый стоит, и он уже знает, сможет он там работать или нет, или ему где-то свою нишу искать в другом месте, это вот такой вот, наверное, ну, положительный опыт, но это мало, мало, получили всего 12 человек, почему вы решили, что кто-то в работе еще чего-то, подождите, подождите, вот мы возьмем обычных студентов, они приходят, что, вы думаете, что они что-то принесет, они точно так же бегают и ищут, мы это, пока, до сих пор себе не сформировали, мы инвалиды, значит, там кто-то что-то принесет, нам какую-то специализированную акцию сделать, или еще что-то, а давайте подумаем, где мы можем себя проявить, а куда можем напроситься на практику, а что мы можем для этого предложить, для этого нужно сформировать с нашими руководителями какую-то программу, чтобы ее предложить, и тогда уже будет кому-то это интересно, тогда я могу уже сказать, что дальше профессионал, то есть, когда женщина там встала и вышла, что это такое дело, для профессионала это хороший опыт, хороший факт, когда он может рассказать всем другим. Потом женщина, я перезываю, она пришла, вот так, в нашей ревизнике, и в результате, это было делать. Да, 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 мы бы рассказывали. Да, это все понятно, как я нурю. Там все приходили, там приходили, там даже стали, там афганцы были, они помоложе, не те, которые за 60, там таких очень много было, 60 и 80, там были афганцы, которые, как я поняла, были в компутации, и они с нами на лекции ходили, или даже на те лекции, когда вот, я так понимаю, что они уже не первый раз в этом центре, они к психологу никогда не ходили, у них есть психолог, а с нами они к психологу ходили, они пошли на лекции, вот Максимов, ему очень понравилось, они пошли, там, значит, у нас был, она, наверное, диетолог, она нам рассказывала про качество воды во время реабилитации, качество пищи при реабилитации, все это очень важно, вот даже для того же психолога, да, чтобы работать, если у него некачественная пища, ему все время плохо, он не может служить психолога, у него должно быть нормальное питание, понимаете, очень много вот таких факторов, а где ты это возьмешь, сидя дома у экрана, ты этого не понимаешь, это вот именно надо, когда ты в коллективе, или где-то брать вот этот опыт, хотя бы вот на него, хотя бы куда-то, чего-то, вот на экране этого не видно, ты этого не чувствуешь, а там, конечно, вот это очень большой опыт для тех, кто вот хотя бы на эти экскурсии выходит, на эти, очень, я считаю, что они не проходят вот эти экскурсии просто так. Так вот, задача ребятам дать, чтобы они формировали вот такого рода мероприятия для себя. Пусть оно кажется уникальным, невозможным для начала, да, нужно, чтобы люди начали творить, а потом в работе с их руководителями, с преподавателем, это будет обсуждаться, и вытекать, и вырисовываться, некоторые реальные тот или иной какой-то, но не знаю, проект, который потом может действительно вот так же помочь им сформировать себя профессионалом. Да-да-да, да-да-да. Я сейчас поднесу микрофон, потому что виртуально реально тут подсушать. А может, можно выйти, потому что съемка идет? Да, у меня небольшие два момента. Просто я работаю в школе, и простое такое предложение. поскольку дети все-таки разобщены, как мы понимаем, да, ну, не каждый может приехать на лекцию, кто-то, может быть, даже пропускает по своему состоянию. Может быть, просто сформировать вот такую инициативную группу и студентов. Вот наши преподаватели, и уважаемый Бронис Бронич знает своих студентов, наверное, как никто другой, да, вот, и поговорить, и предложить вот сформировать такую инициативную группу, которая бы прежде всего сама обсудила бы какие-то свои интересы, да, и что возможно провести, скажем, что организовать, кто бы как мог поучаствовать. Затем вынести уже на обсуждение, кстати, с преподавателями. Я думаю, вот это уже был бы такой какой-то конкретный шаг. Может быть, это оно уже и есть, я просто не знаю. Самое управление, да, вот социальные проекты, руководители социальных, мы говорим, вы собираетесь, обсуждаете, мы поможем, мы машины заказываем, если надо, но вы сами делайте. Тем не менее, мне кажется, вот на этом этапе нужно сейчас немножко подполкнуть и вот, может быть, даже кому-то конкретно предложить объединиться, а может быть, они сами решат, кто войдет в эту группу, кому это по интересам, по силам, что-то вот, есть же такие, да, наверное, очень многие с лидерскими такими качествами, наверное, да? Собирая такую группу, сразу сыпь попробуйте определить, значит, опять появится просто какой-то... Инициатива, вот то, что... Перед этим, как бы сформулировать, зачем будут собираться некоторую цель, одну, две, три, тогда они поймут, кому это интересно, кто туда придет, иначе они могут просто прийти, послушать, ну, это неинтересно идти. Ну, Вы знаете, как они начинают говорить, они говорят, ой, я боюсь с детьми работать, они несовершеннолетние, а вдруг я вот наврезу по здоровью, я боюсь работать, я вот из опыта уже говорю, мне лучше вот уже с совершеннолетними, а мне лучше вот удается... Проще работать. Ему сразу заставится вопрос, ты профессионал? Тебе помогут профессионалы? Ты боишься, это бойся, твои проблемы. Но если ты профессионал, если ты профессионал... Ну, я сейчас скажу... Мне можно сказать про другое, что на покое есть, самоуправление было больше. Совершенно верно. Совершенно верно. У нас было как бы, когда вот мы управляли социальным проектом, подталкивали, шло. А не шло. Шло, делалось и так далее. Мы дальше как отпустили, говорим, сами организуйте, сами. Потому что кто-то уже распустился, уже не говорим, сами организуйте. И как только мы отошли в сторону и не вмешивались, почти все развалило. А мы делали совет. Группа есть. Там 6-7 человек. И они уже собирались. И все развалилось. И ничего нет. Значит, может быть, других нужно выбрать. Людей как-то... Ну, оживить нужно эту работу. Ну да, да. И еще... Чтобы сами пообщались. Совершенно верно. Это самое главное. И еще один момент. Вот речь здесь велась в самом начале о экономическом ликбезе. А скажите, пожалуйста, может быть, оно и есть, но я просто не знаю. Может быть, как-то мимо внимания прошло. А вот юридический ликбез, то есть права наших детей. Допустим, вот такая ситуация. Остается инвалид один. Да. Остается, скажем, в квартире. Может быть, в хорошей. Может быть, ну, в какой-нибудь. Ну, вы сами понимаете, какие могут быть ситуации в наше время, да? Чтобы человек мог защититься от любых притязаний, да? От мошенничества и так далее. Ведь это могут быть кто угодно. Это могут даже быть государственные какие-то органы, которые будут посягать. То есть вот мы в этом плане, я думаю, что и мы сами малокомпетентны, потому что привыкли так доверять людям, доверять обществу. Но ситуация может быть всякая случиться. И вот чтобы наши дети были в этом отношении защищены, грамотны и уметь, вот, скажем, противостоять каким-то вот этим серьезным вещам. И родители, да, совершенно верно, я согласна. Да, да, да. Вот я вот... Юридически, да, да, да. Есть ряд организаций общественных, которые людям занимаются. Это одна ситуация. Вторая ситуация. При всех отделах социально обслуживания населения, в префектуре, как минимум, да, в префектуре, как минимум, есть обязательная и бесплатная юридическая консультация. Вот этим не забывайте пользоваться. Ну, все равно самим надо вникать и, как бы, какая-то помощь нужно обсуждать эти вопросы. Действительно, юридической грамотности, это, ну, спасение труб самих утопающих, правильно? Ну, прежде всего, да. Надо вникать, и здесь нужно такой общий ликбет. И для родителей, и для детей. Да, да. Да, да. Совершенно точно, да. Спасибо огромное. Это очень важно. По самоуправлению, действительно, мы к этому идем. Мы идем к завершению, и хотел тогда сейчас, Юрий Николаевич, еще несколько слов про Паралимпиаду, откуда вернулся недавно, да? Вот. И какие еще вопросы? Подводим итоги. Про Паралимпиаду. Значит, я был в Канаде, в Ванкувере, зимняя Паралимпиада, та, которая прогремела, первая у нас, помните, да? И которая дала очень серьезный толчок к обществу обратить внимание с положительным эффектом на нашу категорию. Был в Лондоне, которая прошла абсолютно незаметно для нашей категории. И был на нашей Паралимпиаде. Что я могу сказать? Сразу, однозначно, наша прошла лучше. Однозначно, лучше по разным критериям. Я сейчас пока не буду останавливаться, если у вас будет время и желание, что я более-менее подробно остановлюсь, там и по транспорту, и по прочим вещам. При всем том, что там есть достаточно много разных аспектов и огрехов. Ну, во-первых, я пошел, я поехал туда как эксперт, потому что я занимаюсь безбарьерной средой, и в том числе мне было интересно, я готовил волонтеров на протяжении двух лет к Паралимпийским играм. Мне нужно было посмотреть, как ребята работают, какое их впечатление, в том числе там были ребята с инвалидностью, на колясках, которые он готовит. Поэтому для меня был спектр и с этой стороны интересен. Значит, безусловно, все практически спортивные сооружения были однозначно готовы. Вся инфраструктура, которая была под это заточена, отели, пункты питания, транспорт и прочее, тоже к этому были абсолютно выстроены. Вы знаете, там наших Мосгортрансавтобусов из копольных и с выдвижными панелями было огромное количество, им там столько не нужно. По окончании их сейчас заберут в Москву, ну, какое-то количество, видимо, отдадут в Крым, я полагаю. То есть, у нас это будет тоже очень, для нас это тоже будет выгодно, потому что эти автобусы приедут сюда. Они новые туда пришли, поэтому, значит, это парт полноса московский. есть, ну, как бы, проблема такого порядка. То, что сделано для Паралимпиады, поскольку там много очень самых различных составляющих, в том числе экономические, там, прочее, прочее, имиджевые, то вот в этом отношении, как бы, при всех негативах, которые ушли на второй план, за кулисы, это нужно было сделать, потому что, ну, как вы понимаете, прозвучала совершенно сумасшедшая тематика, которая опять сколыхнула прежде всего нашу страну, там было огромное количество людей, которые и работали, и которые тоже не работали, больше, конечно, те, кто не работали, это либо чиновники, которые смогли там вырваться, да, каким-то образом, либо недалеко живущие люди, потому что все-таки деньги стоят, вот. Тем не менее, это очень серьезный аукнос для всего народа, для всей страны, и это тоже очень большой плюс. Я в связи с этим хотел бы вам задать вопрос, как вы себе это думаете, я есть свое мнение, мы сейчас поделимся опытом, подумаем, прав я, не прав. Как вы считаете, почему мы победили вот в таком виде? Вот ваше по этому поводу мнение. Почему мы с таким шумом победили, с таким блеском? Как вы считаете? Дома это ни о чем не говорит. Наши неволиты леничные злости. В чем эта злость? Маркетная злость. Это ни о чем. Уточняйте, вы близко к этому, уточняйте в чем? Если нам плохо живет, а мы просто... А иностранцам что, плохо живет? Ну там приспособлены, извините, меня намного лучше. Да, очень хорошо. Условия там лучше. Условия лучше, у них больше они медицинские все. У меня дочка ездила на 10 дней, она приехала в восторге, она вообще не понимает, как мы в этой общественной существуем. Поэтому... Вот очень хорошее замечание, специально спрашивают, потому что все хорошо знаете, понимаете. Здесь у нас ребята не избалованы, они здесь выживали. Спорт это способ выживания у них. И здесь вот пришли к этой паралимпиаде выжившие. Много очень отсеялось. У них не было никаких серьезных условий даже у спортсменов. Очень небольшого количества, там были специальные спортивные базы, особенно последние у них. Вот это основополагающее. Было еще два фактора, которые я отношу к нашим плюсам. Поскольку мы выстроили базу и включили уже в режим спортивный, это то, что наши могли потренироваться на этом. Иностранцы не могли столь много поработать и попробовать себя и почувствовать эти трассы. Второй момент. И третий момент, все-таки было не так много иностранцев, скорее всего здесь немножко сыграла политика, при всем том, что так визуально было достаточно, все-таки было, я думаю, что не все приехали, кто мог поиграть. Вот эти три фактора, они очень важны, но первый фактор, я специально на этом остановился, и когда ребята наши говорят, что мы не ампутанты, мы с детства, тут есть баланс, они выживают, наши тоже выживают, те, кто с детства болеет, только надо в сферу это выживание, обратить себя на пользу, там вот по спорту, а здесь кто-то может быть по психологии, вот этот момент. Что еще можно отметить, что еще можно отметить, здесь очень много нареканий к самому, Сочи, ведь он же растянут где-то более чем на 30 километров, и там есть небольшие такие города, если их можно назвать, городские поселки, я был там несколько раз, последний раз полтора года, там как раз проводились конференции по безбарьерной среде, доступности, которые там проводил Паралимпийский комитет, который там ковырял себя в носу, и сейчас это все только, вы знаете что, выйдите из гостиницы, посмотрите, я к вам не могу через бордюк залезть, хотите вокруг парку проведу, вот здесь неправильно, вот здесь неправильно, а, да что там, построили, я поехал по видимым городкам, все так же и осталось, ничего не изменилось, ничего не сделал, очень большой плюс, они сделали транспортную развязку, там появятся сейчас эти автобусы, люди смогут ездить на этих автобусах, могут повысить, там очень серьезный рельеф, такой сложный, и поэтому автобусы в этом отношении будут большим подспорьем, при этом опять-таки еще что есть, вокзал Железнодорожный центр Сочи, приезжаешь, выходишь, сделан лифт, причем лифт и фактически, поскольку здесь есть остановка посередине, сделана большая парковка для автобусов, иногородних, междугородних, на дальнее расстояние, между этими городками, городскими, поселками, вот, и на другую сторону, нормальный лифт, пришел, нажал кнопку, переехал, 300 метров от этого есть подземный переход, он был там когда-то, сделали платформу горизонтальную, которая перемещается над лестницей, стоит женщина, значит, она тебя опускает, ты переезжаешь по дземному переходу, другая женщина тебя поднимает, я говорю, вы здесь что, каждый день? Да. А у вас есть какое-то помещение где-то, что-то? Нет. Я говорю, кажется, и что, и зима, и деда? Ну, а что? Так вот, спрашивается, зачем? Кому это надо? Ну, и много такого. Я к чему? Не к тому, что не сделано, да, у нас много везде, а к тому, что вот здесь наши ребята могут находить центры собственной профессионализации и перспективы развития собственной профессии. в частности, где-то что-то мы даже по Москве знаем, вот то сделано, то сделано, кто-то же это делал, значит, это делали неграмотно, значит, мы как профессионалы можем уже формировать какую-то свою логистику, а сейчас логистика будет уже с будущего года транспортная, компьютерная, когда вы сможете, нажав на кнопку на компьютере, с одной стороны, показать маршрут от одного места до другого места Москвы, откуда вы идите, куда вам нужно. Я вам подскажу, где вам нужно на троллейбусе, где на автобусе, где на метро, причем с учетом именно того, что вы сможете на коляске помещаться. Но здесь тоже надо посмотреть, что психолог в этом отношении скажет, как у нас зимой, как у нас летом даже люди разные, кто-то при жаре может упасть в обморок, кто-то еще, какие у нас остановки, насколько это целое поле профессиональной деятельности. Я просто отталкиваясь от этой паралимпиады в этом отношении, как раз и говорю, что здесь много всего, много самого различного, то, что можно было бы использовать. Ну, а так, собственное впечатление непрофессиональное. По открытию, по закрытию. Я смотрел открытие, открытие мне понравилось больше, чем то, что было на обычной олимпиаде, а закрытие понравилось меньше. Ну, в общем, мне действительно такое интересное на размышления информации сказали, ну, ты пойми, четвертый раз сделать такое шоу за такой краткий период для любого будет сложно. Это очень тяжело. Хотя все красочно, все, конечно, в отношении было сложно. Самое главное, если я говорю сейчас, это просто обращение к людям по цепи точки зрения по олимпиаду было крайне важно. Если есть вопросы, я готов более серьезно, отдельно, чтобы мне вас просто... Может, мы устроим интернет-конференцию для студентов и расскажете. У меня есть фотографии, просто здесь нет их. Да. Спасибо большое. Без 10 и 9 уже идем в завершение. У нас виртуальная реальность была. Сколько виртуальной реальности? Я напоминаю, что каждую последнюю пятницу месяца мы встречаемся в 18-й кризе. Виртуально и реально. Всегда предпочитаем реальную встречу. Но, если нет возможно, всегда готовы виртуально. Дальше мы записываем, всегда сохраняется видеозапись. Кто зарегистрирует, тот получает ссылку. на видеозапись. Татьяна Павловна, вам огромное спасибо, что будем в следующий раз обсуждать. Подумаем, отоспимся и подумаем. Хорошо? Рекомендации от студентов. Да, спросим участников наших и так далее. Хорошо? Не лекцию, а такую лекцию, беседу. Есть какая-то... Вы любите тренинги проводить? Вы сказали, вы любите тренинги проводить. Может, запланировать? Нет, не тренинги, а вот групповое взаимое... такое групповое обсуждение, как сегодня вы сделали и замечали. Нет, не понимаете. Тренинг стоит, но мы понимаем. Но мы с вами разговариваем, вы не видели на первой лекции, мы вас больше понимаем. Мы дома, когда за этими заботами сидишь, ага, приготовил, постирал, убрал, ага, там это, туда-сюда сбегал, все, он сделал, поделал. А моральное, это не всегда уже с вечера ты уставшим, уже вот этого своего морального состояния не видишь. И тем более уже моральное состояние не переживаешь. И даже тоже надо... Здесь, понимаете, поскольку тут лектории, то тут должна быть какая-то определенная жанра. Не то, что, я предлагала там группа личности, но на рост, это другое дело. Вот. А если у нас будет какая-то идея, вы сами... Вы говорили, что тренинги эмоционального выгорания как сгорит? Ой, это я, по-моему, не специалист по этому. Какие тренинги вы... Нет, я не знаю, ну, во-первых, не обязательно же я, может быть, кто-то еще? Как сгореть, я готов. А? Вот докладчик. Вот и хорошо. Вот докладчик. Как выжить, я не готов, а вот как сгореть, не вопрос. Отлично, а нам это и надо. Хорошо, я вам еще, да, еще кто-нибудь. Хорошо, подумай. Хорошо, Юрий Николаевич, вы готовы, как сгореть? Хорошо, всем большое спасибо, до новой встречи, каждая последняя пятница, каждого месяца. Вот как сгореть, и не сгореть. Как гореть, и не сгореть, правильно? Сгореть, Так, всего наилучшего, спасибо большое.